К 1791 году, когда национальное собрание распустили, его депутаты национализировали земли церкви, отменили так называемую феодальную систему землепользования, покончили с цензурой, создали систему централизованной представительной власти, стерли устаревшее деление на провинциальное и местное управление и заменили его департаментами, при которых французы живут до сих пор, учредили всеобщее равенство перед законом, а также провели разделение исполнительной и законодательной властей. Так выглядели одни только наиболее значительные деяния, совершенные депутатами одного из самых выдающихся парламентов, которых когда-либо видел свет. Громадное достижение несколько теряется на фоне его провалов, но нам надо оставаться объективными людьми. Вообще говоря, те депутаты устранили юридические и ведомственные преграды на пути модернизации Франции. С тех пор ориентирами ведомственной жизни французов служили такие понятия, как народный суверенитет, административная централизация и юридическое равенство всех индивидуумов. Многим французам все это пришлось не по душе. У кого-то и вовсе вызвало отвращение. К 1791 году король больше не скрывал своих дурных предчувствий. Благосклонность, которой он пользовался на заре революции, ушла в прошлое, зато теперь его начали подозревать в контрреволюционных настроениях. Кое-кому из французских дворян все происходящее претило настолько, что им пришлось покинуть родину. Первыми среди них оказались два брата короля, поступок которых не добавил народной любви к самодержавию. Самое главное заключается в том, что многие французы выступили против революции, когда из-за папской политики подход депутатов национального собрания к делам духовным подвергся сомнению. Многое в нем глубоко тронуло большинство французов, в том числе церковников. Но папа римский отклонил решение национального собрания, и после этого речь пошла уже исключительно о выборе авторитета. Французским католикам пришлось решать, что выше для них – авторитет папы или авторитет французской конституции. В результате возник раскол по наиважнейшей проблеме, принесшей с собой меры непримиримой революционной политики. Когда начался 1792 год, британский премьер-министр выразил свою уверенность в обоснованности расчета на предстоящей его стране 15 лет мира и спокойствия. В апреле Франция пошла войной на Австрию, а в скором времени оказалась в состоянии войны еще и с Пруссией. Ситуация выглядела предельно запутанной, но многие французы полагали, будто власти иностранных держав решили вмешаться, чтобы покончить с их революцией и вернуть время вспять к 1788 году. К лету, когда дела шли из рук вон плохо, а внутри Франции углублялась нехватка всего и подозрения к властям, король полностью утратил доверие народа. Восставшие парижане низвергли монархию и потребовали созыва новой ассамблеи, чтобы ее делегаты составили новую, на этот раз республиканскую, конституцию. Это собрание, вошедшее в историю под названием Национального конвента до 1796 года, фактически заменяло французское правительство. На протяжении гражданской и зарубежной войны, а также экономического и идеологического кризиса, конвенту удалось сохранить завоевание французской революции. Большинство его депутатов, с политической точки зрения, оказалось ненамного прогрессивнее в своих представлениях, чем их предшественники. Они считали частную собственность неприкосновенной, они ввели смертную казнь для любого человека, пытавшегося предложить закон о внедрении аграрного коммунизма, а бедность неискоренимым злом, хотя предусматривали кое для кого из бедноты, весьма ограниченное право на участие в государственных делах через всеобщее прямое избирательное право для взрослых мужчин. От предшественников их отличало только то, что они готовы были пойти значительно дальше в чрезвычайных ситуациях, чем депутаты предыдущих французских ассамблей, особенно когда возникла угроза их поражения. Они к тому же заседали в столичном городе, которым в течение длительного времени управляли весьма радикальные политики, подталкивавшие их к мерам более радикальным, чем они на самом деле желали бы, и на использовании очень демократического языка. Следовательно, они напугали Европу намного больше, чем это удалось их предшественникам. Их символический разрыв с прошлым наступил, когда депутаты конвента в январе 1793 года проголосовали за смертную казнь короля. Судебное убийство королей до тех пор считалось чисто английским помрачением ума. Теперь англичане испытали точно такое же потрясение, как все остальные народы Европы. Они тоже пошли войной на Францию, потому что боялись стратегических и коммерческих последствий французской победы над австрийцами в Нидерландах. Но та война все больше переходила в идеологическую сферу. И ради победы в ней французское правительство становилось все кровожаднее в борьбе со своими противниками на родине. Новый инструмент для гуманного по-французски умерщвления приговоренных узников под названием гильотина, характерное изобретение предреволюционного просвещения, объединявшее в себе техническую эффективность и требования в обеспечении быстрой верной смерти, которую оно несло своим жертвам, стал символом террора. Это название в скором времени присвоили периоду истории Франции, на протяжении которого депутаты конвента стремились через запугивание своих врагов внутри страны обеспечить выживание собственной революции. Очень многое в этой символике может вводить в заблуждение. В известной мере террор велся только на словах, зажигательным сотрясением воздуха разгоряченных политиков, пытавшихся тем самым поддерживать на высоком уровне свой собственный воинственный дух и пугать им противников. На практике в нем часто отражалась смесь патриотизма, насущной необходимости, путанного идеализма, шкурного интереса и мелкой мстительности, когда старые счеты сводились от имени республики. Погибло множество народа, возможно, больше 35 тысяч человек, и многие французы отправились в эмиграцию от греха подальше, и все-таки на гильютину приходится меньшинство жертв. Большая же часть погибла в провинциях, часто в условиях гражданской войны и иногда с оружием в руках. Где-то за полтора года, или около того, французы, которых современники считали чудовищами, убили почти столько же своих соотечественников, сколько их погибло за 10 дней уличных боев и деятельности расстрельных команд в Париже в 1871 году. Для наглядности можно привести еще один пример. Число тех, кто погиб за те полтора года, раза в два большее количество британских солдат, погибших в первый день битвы на Сомме в 1916 году. В результате такого кровопролития раскол между французами оказался еще глубже. Но его масштаб не следует преувеличивать. Можно сказать, что во время революции что-то потеряли все французские дворяне, но только меньшинство из них сочло необходимым отправиться в эмиграцию. Вероятно, духовенство пострадало больше, чем дворянство, каждый второй духовный чин, и многие священники сбежали за границу. Тем не менее, во время революции Францию покинуло не так много жителей, как американские колонии после 1783 года. Намного большая часть американцев чересчур перепугалась своей революции или почувствовала к ней непреодолимое отвращение, чтобы жить в Соединенных Штатах после обретения ими независимости, чем часть французов, отказавшаяся жить во Франции после террора. Конвенту удалось одержать победы над внешними врагами и подавить восстание внутри собственной страны. К 1797 году только британцы не заключили мира с французами. Террор ушел в прошлое, и республикой управлял, по большому счету, парламентский режим в соответствии с Конституцией, с принятием которой в 1796 году закончилась эпоха конвента. Революция находилась в большей безопасности, чем когда-либо раньше, но внешне все выглядело совсем иначе. За границей роялисты искали себе союзников, чтобы с ними вернуться на родину, а также интриговали с недовольными режимом гражданами внутри Франции. Хотя возвращение старых порядков желала совсем немногочисленная часть французов, не следует забывать о тех, кто утверждал, что логику демократии не следует навязывать дальше, что все еще сохранялось деление на богатых и бедных, которое выглядело таким же оскорбительным, как прежнее деление на юридически привилегированное сословие и тех, кого привилегиями обнесли, и что парижским радикалам следует предоставить большую роль в государственных делах. Наличие таких воззрений представлялось таким же тревожным, как страхи перед восстановлением власти тех, кто извлек выгоду из революции или просто хотел избежать дальнейшего кровопролития. Таким образом, под нажимом справа и слева директория, так назвали новый режим, находилась в весьма устойчивом положении, хотя властям удалось приобрести врагов, кто считал ее лавирование, несколько зигзагообразное для себя политикой недопустимой. В конечном счете ее разрушили изнутри, когда группа политиков в сговоре с солдатами в 1799 году провела государственный переворот и установила новый режим. В тот момент, то есть спустя 10 лет после собрания генеральных штатов, по крайней мере, большинство наблюдателей прекрасно видели, что Франция навсегда порвала со своим средневековым прошлым. В правовой сфере это произошло очень быстро. Большинство великих реформ, лежащих в основе всего, получили правовое обоснование как минимум в 1789 году. Формальная отмена феодализма, юридических привилегий и теократического абсолютизма, а также организация общества на индивидуалистических и светских основаниях, послужили стержнем принципов 1889 года, позже сформулированных в Декларации прав человека и гражданина, включенных предисловием в Конституцию Франции 1791 года. В этой Декларации нашли толкование понятия юридического равенства и защиты прав каждого человека, отделения церкви от государства, а также религиозной терпимости. Фундаментом права, на котором строилась Декларация, считается происхождение власти изнародного суверенитета, осуществляющейся через единое национальное собрание, верховенство закона которого нельзя спаривать в силу предъявления неких привилегий территориального образования или группы граждан. Тем самым одновременно обнаруживалось то, что новая власть в случае финансовых бед справится с ними намного хуже прежнего монарха, тоже провалившего дело. Среди прочего, он допустил национальное банкротство и обвал собственной валюты, и что она способна внедрять административные изменения, причем о просвещенном деспотизме остается только мечтать. Остальные европейцы с ужасом, или как минимум с удивлением, наблюдали за применением этого мощного законотворческого локомобиля в целях размалывания и строительства заново государственных атрибутов на всех уровнях французской жизни. Просвещенные деспоты прекрасно знали, что без законодательного суверенитета никаких реформ не бывает. Судебным пыткам наступил конец, ушли в прошлое титулованное дворянство, юридическое неравенство и старинные корпоративные гильдии французских рабочих, зарождающееся профсоюзное движение во Франции, зарубили на корню на законодательном уровне через запрет на объединение работников или работодателей ради отстаивания коллективных экономических интересов, ретроспективно, верстовые столбы на пути к рыночному обществу выглядят совсем незатейливо. Даже старая валюта с делением по системе коррорингов в пропорции 1 к 20 к 12 ливры, су и денье уступила место десятичной системе франков и сантимов, точно так же, как неразбериху старомодных весов и мер, в теории заменили метрической системой, позже ставшей практически универсальной. Такого рода радикальные изменения вызывали большие разногласия, тем более, что умонастроения подстраивались под них гораздо медленнее законов. Крестьяне, радостно встретившие отмену феодальных поборов, весьма пожалели по поводу исчезновения общинных традиций, приносивших им большую пользу и считавшихся к тому же принадлежностью так называемого феодального порядка. Подобный консерватизм особенно трудно поддается толкованию в делах духовных, но важность этого консерватизма заслуживает нашего внимания. Священный сосуд, хранившийся в Реймсе, с помощью которого осуществлялось помазание на престол королей Франции с самого Средневековья, местные власти во времена террора публично разбили. Алтарем разума заменили христианский алтарь в соборе Парижской Богоматери, а многих священников подвергли жестоким личным преследованиям. Совершенно ясно, что Франция, народ которой все это проделал, перестала считаться христианской страной в традиционном понимании данного вероисповедания, а теократическая монархия ушла в прошлое практически никем не оплаканная. Однако такое отношение радикалов к церкви пробудило массовое сопротивление революции как ничто другое. Поклонение новым, якобы святыням, типа разума и всевышнего существа, предложенным кое-кем из революционеров, в народе не привелось, и многие французы, и подавляющее большинство француженок, с большой радостью встретят официальное восстановление во французской жизни католической церкви, когда для этого наступит время. К тому моменту ее фактически давно уже восстановят в приходах по велению души набожных людей. Линии раскола, появившиеся из-за революционных изменений во Франции, уже нельзя было сдерживать в пределах, обозначенных принципами 1789 года. Они сначала вызывали большое восхищение и совсем неявное осуждение или сомнение в зарубежных странах, хотя отношение в скором времени поменялось, особенно когда министры французского правительства занялись распространением своих принципов через их внешнюю пропаганду и войну. Изменение политического режима во Франции стремительно вызвало споры о том, что должно произойти в остальных странах Европы. Участники таких споров стремились подобрать терминологию и определить обстоятельства, при которых он возник. Таким манером французы передали свою политику народам Европы. И в этом заключается второй великий факт революционного десятилетия. С него началась современная европейская политика, и с тех пор политики в Европе делятся на правых и левых. либералы и консерваторы, хотя пройдет еще лет десять или около того, пока эти два слова войдут в употребление, как субъекты политической деятельности, появились, когда в ходе французской революции обнаружились критерии, использовавшиеся в качестве оселка или так называемой лакмусовой бумаги для определения политической позиции. Представители одной стороны предлагали республиканскую систему государственного управления, широкое избирательное право, права человека, свободу устного и печатного слова. Их оппоненты обещали порядок, дисциплину и примат долга над правами, признание социальной функции иерархии и необходимость сдерживания рыночных сил нравственностью. Кое-кто из французов всегда верил в универсальное для всех европейцев значение французской революции. На языке носителей просвещенной мысли эти французы выступали за то, чтобы народы остальных стран брали на вооружение рецепты, использованные ими для урегулирования французских проблем. В такой французской самонадеянности содержалось некое рациональное зерно. Общества традиционной Европы, не тронутые еще индустриализацией, несли на себе многие общие черты. Их народам было что перенять у Франции. Тем самым силы, ратовавшие за распространение французского влияния, получили подкрепление со стороны рациональных пропагандистов и усердных миссионеров. Так появился еще один путь, которым события во Франции вошли во всеобщую историю. Мысль о том, что французская революция представляла универсальное, беспрецедентное значение для Европы, не ограничивалась одними только ее поклонниками и сторонниками. Она к тому же лежит в основе европейского консерватизма в качестве определяющей самосознания идеи. На самом деле задолго до 1789 года многие составные элементы современной консервативной мысли коренились в таких явлениях, как раздражение по поводу преобразовательных мер просвещенного деспотизма, негодование церковников из-за престижа и влияния так называемых передовых идей, а также эмоциональной реакции по отвержению всего модного и осознанно рационального лежащего в сердцевине романтизма. Особенно широкое распространение такие силы получили в Германии. Но именно в Англии прозвучало первое и во многих отношениях самое важное заявление с предъявлением консервативного контрреволюционного аргумента. Речь идет о размышлениях о французской революции, изданных в 1790 году Эдмондом Берком. Легко можно вообразить себе из его прежнего занятия в качестве защитника прав американских колонистов, что автор обратился совсем не к теме бессмысленного отстаивания привилегии. В своем труде он показал консервативную позицию как творение чего-то большего, чем воля и довод, а также воплощение морали. Революцию он наоборот осудил как воплощение высокомерия интеллекта, бессодержательного рационализма и гордыни, считающейся тягчайшим из смертных грехов. Новая поляризация взглядов, привнесенная французской революцией в политическую жизнь Европы, к тому же способствовала появлению нового понимания самой революции, и оно обещало великие последствия. Старое представление о том, что политическая революция представляла собой всего лишь обусловленное обстоятельствами прерывания фактической преемственности, уступило вместо суждению приверженцы которого видели в революции радикальный всеобъемлющий сдвиг, касающийся всех атрибутов без исключения и безграничный в принципе, к тому же необходящей стороной такие основополагающие учреждения социума, как семья и собственность. В зависимости от того, питал ли народ надежды на такие перспективы или боялся их, он сочувствовал революции или сожалел о ней везде, где она происходила, как проявление универсального феномена. В девятнадцатом столетии даже пошли разговоры о революции как универсальной существовавшей испокон веков силе. Такое предположение считается крайним выражением идеологической формы политики, проводимой правителями до сих пор. До сих пор еще встречаются те, кто, говоря в целом, считает, будто все повстанческие и подрывные движения следует в принципе одобрять или осуждать вне зависимости от определенных обстоятельств конкретных случаев. Сторонники такой мифологии принесли многочисленные страдания. Но сначала народам Европы, а затем мира, преобразованного европейцами, пришлось жить с тем, кто эмоционально реагирует на эту мифологию, точно так же, как представители прежних поколений вынуждены были жить с безрассудными провокаторами религиозного раскола, выживание мифологии к несчастью, служит свидетельством продолжающегося влияния французской революции. Выбор даты, так сказать, начала французской революции богат и разнообразен. Определение даты ее, так сказать, окончания представляется пустой тратой времени, тем не менее 1799 год можно считать важной вехой на пути ее развития. Участники удавшегося государственного переворота, разогнавшие директорию, привели к власти человека без промедления провозгласившего диктаторский режим, которому предстояло просуществовать до 1814 года и повернувшего европейский порядок с ног на голову. Речь идет о Наполеоне Бонапартие, прежде числившемся генералом республики, а теперь провозглашенном первым консулом нового режима, чтобы в скором времени взойти на престол первого императора Франции. Как и подавляющее большинство ведущих фигур его эпохи, он пришел к власти совсем еще молодым человеком. Он уже показал себя в качестве исключительно одаренного и безжалостного солдата. Своими победами в сочетании с проницательным политическим чутьем и готовностью к действию в нетипичной для того времени манере, он заслужил для себя репутацию обаятельного человека. Во многих отношениях он служил самым наглядным образцом, так сказать, рафинированного авантюриста восемнадцатого века. В 1799 году он уже заслужил непререкаемый личный авторитет и широкую известность. Никто, кроме поверженных им политиков, не возражал, когда Наполеон растолкал плечами соперников и принял на себя всю полноту власти. Он незамедлительно подтвердил свое право на нее, разгромив австрийцев, вступивших снова в союз для участия в войне против Франции и заключив победный для Франции мир, как он уже сделал однажды. Тем самым он отвел нависавшую над революцией опасность. Все свято верили в личную преданность Бонапарта ее величайшим достижением Наполеона считается их консолидация. При том, что Наполеон, как его официально назвали после 1804 года, когда он провозгласил образование своей империи, восстановил во Франции монархию, ни о каком ее восстановлении тогда речи не шло. На самом деле, он позаботился об унижении находившейся в опале семьи Бурбон таким образом, чтобы какое бы то ни было примирение с ней представлялось немыслимым. Ему требовалось народное одобрение его империи через плебисцит, и он им заручился. Появилась монархия, за которую голосовали французы. В ее основе лежал народный суверенитет, то есть главный принцип французской революции. Ей передавалась консолидация революции, уже начавшаяся в период правления института консулов во Франции. Все великие ведомственные реформы 1790-х годов получили подтверждение или, как минимум, остались без изменений. Не случилось ни малейших затруднений с продажей земли, последовавшей за конфискацией церковной собственности. Никакого восстановления прежних корпораций, не возникло никаких сомнений в принципе равенства всех перед законом. Некоторые меры даже пришлось расширить, особенно, когда в каждый департамент назначили директора в лице префекта, которого по его полномочиям можно приравнять где-то к чрезвычайным эмиссарам террора. Многие бывшие революционеры стали префектами. Такая дальнейшая централизация административной структуры получала, конечно же, одобрение со стороны просвещенных деспотов. Фактическим функционированием правительства следует признать, принципы революции на практике часто нарушались. По примеру всех своих предшественников, находившихся у власти с 1793 года, Наполеон контролировал прессу посредством карательной цензуры, без суда прятал людей в тюрьме и в целом вольно обращался с правами человека, когда дело касалось гражданских свобод. Органы представительной власти существовали при консулах и империи, но внимания им уделяли совсем мало. Однако создается такое впечатление, что французы получили, что хотели. Пришлось им по душе и трезвое признание Наполеоном действительности, выразившееся, например, в конкордате с Папой Римским, который послужил сплочению католиков вокруг правящего режима через юридическое признание того, что уже случилось с их церковью во Франции. В целом конкордат означал мощную консолидацию революции, исплочение католиков обеспечивалось внутри страны устойчивым правительством, а за границей военной и дипломатической мощью Франции. Беды в конечном счете начались из-за развертывания Наполеоном широкомасштабных военных кампаний. Они на какое-то время обеспечили Франции господство в Европе, ее армии с боями на востоке дошли до Москвы и на западе до Португалии, вернизоны французских войск появились на Атлантическом и Северном побережье от Ла-Коруньи до Штетина, однако военное достижение. Обошлись Франции слишком дорого. Даже безжалостная эксплуатация народов оккупированных стран не давала Наполеону достаточных ресурсов на предохранение бесконечно долго завоеванной им гегемонии в условиях сопротивления ему коалиции всех остальных европейских стран, возникших в противовес высокомерному утверждению Бонапартом своей власти на континенте. Когда он в 1812 году вторгся в Россию и величайшая армия, когда-либо находившаяся в его распоряжении, сгинула в снегах русской зимы, Наполеону суждено было смириться с тем, что он обречен на поражение, если только его враги не рассорятся друг с другом. На этот раз их союз сохранился. Сам Наполеон всю вину за свое поражение свалил на британцев, находившихся с ним в состоянии войны, а до него с вожаками французской революции, с одним коротким перерывом с 1792 года. На самом деле, напомним о том, англо-французская война стала последним и самым важным событием затянувшегося на целое столетие соперничества, а также войной конституционной монархии против военной диктатуры. Именно королевский британский флот в сражении при Абу-Кире в 1798 году и Трафальгаре в 1805 сковал Наполеона и не выпустил его из Европы. Британскими деньгами финансировались союзники в моменты готовности вступить в дело, и британская армия на Пиренейском полуострове, державшая там с 1809 года фронт, истощавший французские ресурсы и дававший надежду остальным европейцам, к началу 1814 года Наполеон мог рассчитывать только на оборону своей Франции. Европейцы считают, что делал он это блестяще, хотя у него отсутствовали ресурсы для отражения русской, прусской и австрийской армии на востоке, а также британского вторжения на юго-западе. В конечном счете, его генералам и министрам пришлось с молчаливого одобрения народа отстранить его отдел и заключить мир, даже при том, что им подразумевалось возвращение к власти бурбонов. Но ничего сопоставимого по значению с событиями лет, предшествовавших 1789 году, ожидать не приходилось. Конкордат устоял, система департаментов сохранилась, равенство всех перед законом тоже, как и система представительной власти. Революционный порядок фактически превратился в фундамент государственного устройства Франции. Для такого превращения Наполеон обеспечил время, общественный покой и государственные атрибуты. От французской революции осталось только то, что одобрил Бонапарт. Тем самым он радикально отличается от монарха традиционной породы, даже самой отборной. Причем по своей натуре он был большим консерватором своей политики и с большим недоверием относился к новшествам. Наконец его следует назвать, так сказать, демократическим деспотом, авторитет которого безоговорочно признавался народом одновременно формально в смысле плебисцитов и более общем смысле, когда он нуждался и получил народное одобрение его намерений применить свои армии в деле. Он таким образом ближе по стилю своего бытия к современным правителям, чем к Людовику XIV. Он разделяет с Людовиком XIV заслуги в приобретении для Франции невиданного авторитета на международной арене, и при этом оба этих французских исторических деятеля сохранили за собой восхищение соотечественников. Однако снова обратим внимание на важное двойное различие между ними. Наполеон не только установил свое господство над Европой, чего Людовику XIV не было дано, но, так как случилась революция, его гегемония над всеми европейцами представляется явлением большим, чем проявление простого национального превосходства, хотя сантименты по такому поводу неуместны. Наполеон, считающийся теперь освободителем и великим европейцем, на самом деле не более, чем персонаж сочиненной позже легенды о нем. Самые заметные следы, оставленные им на территории Европы между 1800 и 1814 годами, выглядят как великие кровопролития и беспорядки, принесенные им во все углы континента, а двигали им мания величия и личного тщеславия. Но к тому же следует напомнить сопутствующие последствия его действий, эффекты как преднамеренные, так и неосознанные. Бонапарт в целом внес огромный вклад в дело дальнейшего распространения и повышения эффективности принципов французской революции. Нагляднее всего его достижения в данной сфере выглядят на карте Европы. Пестрая лоскутная одеяла европейской государственной системы 1789 года уже подверглась некоторой радикальной перелицовке еще до прихода Наполеона к власти, когда усилиями французских армий в Италии, Швейцарии и объединенных областях возникли новые республики сателлиты. Но без поддержки со стороны французов выжить они не смогли. И только когда при консулах восстановилось французское господство, сложилась новая организация, сыгравшая свою роль в судьбе ряда государств Европы. Самые важные изменения коснулись Запада Германии, где коренному изменению подверглась политическая структура, и ушли все средневековые основы тамошнего общества. Немецкие территории на левом берегу Рейна включились в состав Франции на весь период их оккупации с 1801 по 1814 год, и с него начался этап разрушения исторических немецких форм правления. На территориях противоположного берега этой реки французы представили план реорганизации, в соответствии с которым предусматривалось разделение функций церкви и государства на церковных землях, отменили льготы почти всех имперских вольных городов, передали в распоряжение властей Пруссии, Ганновера, Баварии и Бадена дополнительные земли в качестве возмещения всех прочих земельных отчуждений, а также ликвидировали прежнее независимое имперское дворянство. Практический результат заключался в ослаблении влияния католиков и Габсбургов в Германии с одновременным усилением влияния княжеств покрупнее, прежде всего Пруссии. Конституция Священной Римской империи тоже подверглась ревизии с учетом всех произошедших изменений. В своем новом виде эта Конституция сохраняла действия только лишь до 1806 года, когда после очередного поражения австрийцев Германию ждали новые перемены, а империю ликвидация. Так наступил конец ведомственной структуры, которая при всем ее несовершенстве обеспечивала Германии прочное политическое единство, унаследованное с времен османского владычества. Тут же провозгласили образование Рейнского союза, которому предназначалась роль третьей силы, уравновешивающей Пруссию и Австрию. Таким манером триумфально навязывались национальные интересы Франции в большом деле разрушения Старой Европы. Ришелье и Людовик Четырнадцатый немало бы порадовались перенесению французской границы на Рейн с одновременным дроблением на противоположной его стороне Германии на части по интересам правителей, игравших роль сдерживающих друг друга факторов. Не следует забывать об оборотной стороне свершившегося раздела. Старая структура как раз стояла преградой на пути сплочения немецкого народа. Никакими будущими перестановками никогда не предусматривалось его возрождение. Когда у союзников наконец-то дошли руки до упорядочения Европы после наполеоновского нашествия на нее, они тоже позаботились о создании Германского Союза. Он отличался от немецкого государства, образованного Наполеоном. Состав этой конфедерации включили Пруссию и Австрию только потому, что их территории принадлежали немцам, но никакой речи о сплочении нации тогда не шло. Больше трехсот политических единиц с различными принципами организации, существовавших в 1789 году к 1815 году сократили до 38 государств. реорганизация в Италии выглядела менее радикальной, а ее последствия не очень-то революционными. Наполеоновской системой предусматривались на севере и юге полуострова две крупные административные единицы, номинально числившиеся независимыми, в то время как значительная его часть, в том числе и Папская область, формально включалась в состав Франции и делилась на департаменты, округа. После 1815 года ни одного из них не сохранилось, но и полного восстановления прежнего режима в них не произошло. Обратите внимание на то, что древние республики Генуи и Венеции остались в забвении, куда их с самого начала отправили армии и директории, их передали в состав государств покрупнее, Генуи в состав Сардинии, Венецию в состав Австрии. На вершине власти Наполеона французы повсеместно в Европе аннексировали громадную территорию, побережье которой простиралось от Пиренеев до Дании на севере и от Каталонии практически непрерывно до границы между Римом и Неаполем на юге и осуществляли прямое управление ее населением. Особняком от нее лежала крупная область, позже названная Югославией. Правители государств сателлитов и вассалов различной степени истинной независимости, некоторые из которых находились во власти членов собственной семьи Наполеона, разделили между собой оставшиеся осколки Италии, Швейцарии и Германии к западу от Эльбы. Обособленным на востоке находился еще один сателлит Парижа в лице, так сказать, великого герцогства Варшавы, образованного на бывшей территории России. В большинстве этих стран сходные административные методы и учреждения обеспечили значительную меру общего для всех опыта. Тот опыт, конечно же, воплощался в государственных атрибутах и представлениях, основанных на принципах французской революции. Они едва ли могли появиться по ту сторону Эльбы, кроме как во время мимолетного польского эксперимента, и тем самым французская революция послужила еще одним мощным источником влияния, сказавшимся на особенностях культуры народов, отличавших восточную Европу от западной. Внутри французской империи немцами, итальянцами, иллирийцами, бельгийцами и голландцами управляли в соответствии с наполеоновскими сводами законов. Их внедрение стало результатом собственной инициативы и настойчивости Наполеона, но главное дело, по сути, состояло в том, что законодатели революционных воззрений в неблагополучные 1790-е годы никогда бы не смогли составить новые своды законов, на которые рассчитывало так много французов в 1789-м году. С этими сводами законов пришли понятия семьи, собственности, индивидуальной и публичной власти, которые через них распространялись во всей Европе. Ими подчас подменяли и иногда дополняли неразбериху местного привычного римского и церковного права. Точно так же ведомственная система империи определила общую для всех административную практику. Служба во французских армиях принесла общий образец дисциплины и военного регламентирования, а французские эталоны меры весов, основанные на десятичной системе исчисления, пришли на смену многим местным эталонам. Эти инновации служили образцами и вселяли вдохновение в души реформаторов остальных европейских стран. Эти образцы тем легче поддавались оценке, потому что французские чиновники и технические работники служили во многих государствах сателлитах, в то время как представители многих национальностей находились на службе организованной в соответствии с наполеоновскими принципами. Подобные изменения требовали определенного времени, по прошествию которого ощущался их результат. Зато он выглядел глубоким и революционным. Но даже если так называемые права человека формально следовали за триколором французских армий, точно так же за ними шла тайная полиция, квартирмейстеры и таможенники Наполеона. Более тонкие проявления революции, происходящей из наполеоновского примера, лежат в реакции и сопротивлении вызванной ею. В распространении революционных принципов французы часто, образно говоря, опускали предназначенные для их собственных спин розги в рассол палача. Стержнем революции провозглашался народный суверенитет, причем такой идеал практически нельзя было отделить от национализма. Французские принципы утверждали, что народами должны управлять они сами и надлежащей административно-территориальной единицей, в которой они должны это делать, провозглашалась их страна. Поэтому революционеры объявили свою собственную республику единой и неделимой. Кое-кто из их зарубежных поклонников применили этот принцип к собственным странам. Обратите внимание на то, что итальянцы и немцы жили в ненациональных государствах, а ведь им следовало в них жить. Но так выглядела только одна сторона медали. Французская Европа служила ради выгоды Франции, и при этом какие-либо национальные права остальных европейцев категорически отвергались. Они только наблюдали за тем, как их сельское хозяйство и коммерция приносятся в жертву французской экономической политики. Обнаруживали, что их заставляют служить во французских армиях или подчиняться наполеоновским французским или коллаборационистским правителям и наместникам, когда даже те, кто принял принципы революции, почувствовали такие эмоции, как раскаяние, едва ли стоит удивляться тому, что те, кто никогда не соглашался с ними вообще, тоже начал размышлять с позиций национального сопротивления. Национализм в Европе получил мощный стимул к развитию как раз наполеоновскую эпоху, даже при том, что правительства опасались его и не решались к нему обращаться ради отстаивания государственных интересов. Немцы начали ощущать себя совсем не только вестфальцами и баварцами, а итальянцы видели себя не только римлянами или миланцами. Случилось так, что они осознали общие национальные интересы, попиравшиеся французами. В Испании и России сходство понимания патриотического сопротивления и сопротивления революции выглядело фактически полным. При том, что династия, которую Наполеон надеялся основать, и провозглашенная им им империя, оказались явлениями мимолетными, его труды получили высочайшую оценку. Ему удалось высвободить запасы энергии в остальных европейских странах точно так же, как революционеры высвободили их во Франции, и впоследствии их уже больше никто не смог надежно запереть снова. Он обеспечивал наследию революции максимальное действие, и в этом заключалось величайшее достижение Наполеона, хотел он того или нет. С его безоговорочным отречением от престола в 1814 году дело далеко не закончилось. Чуть меньше года спустя император возвратился во Францию с острова Эльба, куда его отправили в изгнание за государственный счет, и восстановленный режим бурбонов рухнул от малейшего к нему прикосновения. Союзники решили, тем не менее, свергнуть Бонапарта, так как в прошлом он чересчур их перепугал. Попытка Наполеона предвосхитить накопление превосходящих сил для борьбы с ним привела его к битве при Ватерлоу, случившейся 18 июня 1815 года, когда опасность восстановления Французской империи удалось устранить силами англо-бельгийской и прусской армии. На этот раз победители отправили его подальше, за тысячи миль в Южную Атлантику, на остров Святой Елены, где Наполеон Бонапарт скончался в 1821 году. Испытанный страх из-за Наполеона придал этим победителям решимости на заключение мира, позволяющего предотвратить любую опасность повторения четверти века практически непрерывной войны, навязанной Европе французскими революционерами. Таким образом, Наполеон все еще определял очертания карты Европы не только собственными внесенными изменениями, но к тому же страхом внушавшимся Францией под его руководством. Глава третья политические перемены новая Европа О чем бы не мечтали консервативные государственные деятели Европы в 1815 году, неуютная и беспокойная эпоха для их континента только начиналась. Об этом можно судить потому, как менялась карта Европы на протяжении следующих шестидесяти лет. К 1871 году, когда заново объединенная Германия заняла свое место среди великих держав, большая часть Европы к западу от линии, протянутой от Адриатики до Балтики, делилась на государство, якобы образованное на основе принципа национальной принадлежности, даже если определенные национальные меньшинства его факт отрицали. Даже к востоку от этой линии возникли некоторые государства, уже отождествлявшиеся с нациями. К 1914 году триумф национализма продолжал свое движение, и Балканы практически полностью составляли национальное государство. Национализм, как один из аспектов нового рода политики, ведет происхождение из глубокой старины от примеров, преподанных Великобритании и некоторых государствах Европы помельче в прежние времена. Однако, его торжество наступит после 1815 года с появлением новой внешней политики. В ее сердцевине лежит признание нового мышления, носители которого утверждали существование публичного интереса, далеко не ограниченного интересами отдельных правителей или привилегированных иерархий. Они к тому же предполагали законность соперничества ради формулирования и отстаивания тех самых интересов. Считалось, что для такого соперничества все насущнее требуются специальные арены и атрибуты. Ответить на политические вопросы старым юридическим или изысканным языком больше не получалось. Появление организационной структуры для данного преобразования в одних странах потребовало больше времени, чем в других. Даже в самых передовых государствах его не удалось определить каким-либо общим набором методов, хотя постоянно наблюдалась тенденция мощной связи преобразований с признанием и применением определенных принципов. Одним из них следует назвать национализм, больше всего противоречивший старым принципам, например, приверженности династической передаче власти. На протяжении всего XIX века национализм все чаще становился темой европейского политического дискурса по поводу того, что интересам признанных историческими наций властям следует обеспечить защиту и условия наибольшего благоприятствования. Он, понятное дело, сопровождался яростным и затянувшимся спором по поводу того, какие нации следует считать историческими, как нужно различать их интересы и до какой степени их должно учитывать в решениях государственных деятелей. Кроме национализма учитывалось действие прочих принципов. Такие термины, как демократия и либерализм помогали слабо, хотя их приходилось использовать из-за отсутствия более точных категорий и в силу того, что ими пользовались современники. Практически во всех странах наметилась общая тенденция к восприятию атрибутов представительной власти как пути по привлечению, пусть даже исключительно формально, народных масс к управлению государством. Либералы и демократы неустанно призывали к предоставлению избирательного права все новым народным массам, а также к совершенствованию системы представительства избирателей. Все больше частных лиц становилось основой политической и общественной организации в передовых с точки зрения состояния экономики странах, принадлежность частного лица к общинной, религиозной, профессиональной и семейной ячейке общества стала значить гораздо больше, чем права личности. при том, что человек некоторым образом приобрел большую свободу, иногда она для него как раз ограничивалась. Государство в девятнадцатом веке имело намного большую юридическую мощь по отношению к своим подданным, чем оно обладало ею когда-либо прежде, и постепенно по мере оснащения его аппарата совершенными техническими средствами власти получили возможность практически безграничного принуждения народа к угодному поведению. Французская революция сыграла огромную роль генератора всех тогдашних изменений, но не меньшее значение ей принадлежит как образцу и источнику появившейся о ней мифологии. При всех надеждах на то, что эта революция закончилась к 1815 году, и опасениях того, что это именно так, ее последствия для всей Европы были еще впереди. Во многих остальных странах государственные атрибуты, уже упраздненные во Франции, подверглись критике и разрушению. Их уязвимость определялась тем, что к тому времени в силу вошли новые импульсы социально-экономических изменений. С ними появились новые возможности по внедрению в умы революционных представлений и традиций. Повсеместно распространилось ощущение того, что всей Европе предстояло, на радость или на горе, скорая революция. Такое предчувствие вдохновило приверженцев и будущих разрушителей существующих порядков на обострение политических проблем и применение к ним структуры принципов 1789 года национализма и либерализма. В общем и целом эти представления доминировали в истории Европы вплоть до около 1870 года и обеспечивали динамику европейской политики. Они не позволили достичь всего того, на что рассчитывали их апологеты. Их реализация на практике обставлялась многочисленными оговорками, зачастую и наперекор они оказывались на пути друг друга и противников у них вполне хватало. Все же они остаются надежными путеводными нитями в путешествии по богатой и бурной истории Европы 19 века, в политической лаборатории которой уже шли эксперименты со взрывами и открытиями в свете изменений истории остального мира. Материализация влияния этих факторов уже ощущалась на переговорах по основополагающему для формирования международного порядка в 19 веке документу, то есть Венскому договору в 1815 году, завершившему эпоху французских войн. Его составители видели своей основной целью предотвращение их повторения. Эти миротворцы стремились к сдерживанию Франции и недопущению революции с применением в качестве своих средств принципа законности, считавшегося идеологическим стержнем консервативной Европы и определенного практического территориального перераспределения на случай будущей французской агрессии. Итак, Пруссии достались крупные территориальные приобретения на Рейне, новое северное государство оказалось под властью голландского короля, правившего еще и Бельгией с Нидерландами, распоряжение королевства Сардиния передали Генуи, а Австрии не только вернули ее прежние итальянские владения, но и оставили ей Венецию, а также предоставили фактически полную свободу по поддержанию порядков остальных итальянских государствах. Во многих из этих случаев законность становилась жертвой целесообразности, те, кого грабили на протяжении всех лет мятежей, возмещения ущерба не получили. Но дипломаты европейских держав все равно толдычили о законности и, сразу же после завершения перекраивания карты Европы, разговоры о ней показались еще убедительнее. На протяжении без малого сорока лет венское урегулирование обеспечивало рамки, в пределах которых всех участников споров удавалось утихомиривать без войны. Сорок лет спустя практически все утвержденные в 1815 году режимы оставались на месте, пусть даже некоторые из них выглядели где-то шаткими. Тут следует отдать должное благотворительному страху перед революцией. Во всех крупнейших континентальных государствах период восстановления власти, как назвали время, наступившее после 1815 года, считался великой эпохой, в равной степени для сотрудников органов и тех же заговорщиков. Широкое распространение получили тайные общества, участников которых совсем не обескураживали их постоянное разоблачение. Особой опасности с точки зрения подрыва устоев тогдашнего общества они не представляли, так как власти справлялись с ними совсем без труда. Австрийские войска подавили попытки переворота в Пьемонте и Неаполе, французские солдаты восстановили власть испанского короля-реакционера, стесненного в действиях либеральной конституции, Российская империя пережила заговор военных и польское восстание. Австрийское господство в Германии вообще ничто не потревожило, и, оглядываясь на те времена, сложно усмотреть какую-либо реальную опасность, нависавшую над любой из территорий монархии Габсбургов до 1848 года. С 1815 по 1848 годы главными столпами, подпиравшими венскую послевоенную систему, считались русская и австрийская державы. Первая тогда находилась в резерве, а вторая служила авангардом в Центральной Европе и Италии. Заблуждение состояло в том, что либерализм и национализм обычно считались понятиями неразделимыми. Позже оно оказалось совершенно неверным. Но поскольку немало народу до 1848 года на самом деле стремилось изменить Европу революционным путем, по большому счету можно считать вполне справедливым то, что они хотели поменять свою судьбу, одновременно продвигая политические и принципы французской революции, представительное правление, народный суверенитет, свободу личности и прессы и идеалы национализма. Многие революционеры путали два этих понятия. Самым знаменитым и обожаемым среди них считается молодой итальянец Джузеппе Мадзини. Через отстаивание итальянского единства, которого большинство его соотечественников не хотело и тщетно замышляя о его достижении, он на сто с лишним лет превратился в источник вдохновения и стал образцом борца для остальных националистов и демократов на всех континентах, а также одним из первых радикалов, щеголявших своими крайними взглядами. Эпоха идей, которые он представлял, все еще не закончилась. К западу от Рейна, на территориях, куда не распространялось действие предписаний Священного Союза, к нему относили три державы консервативного толка Россию, Австрию и Пруссию, ситуация складывалась совсем по-иному, пресловутому легитимизму там было отмерено совсем немного времени. Восстановление на престоле династии Бурбонов в 1814 году само по себе выглядело компромиссом на фоне принципа законности. Людовику XVIII предназначалось править точно так же, как всем остальным королям Франции, сразу после кончины предшественника Людовика XVII, погибшего в парижской тюрьме в 1795 году. Так уж повернулась его судьба, известная всем, но кокетливо скрываемая легитимистами, он возвратился на родину в военном обозе союзников, разгромивших Наполеона, и согласился на такое возвращение на условиях, приемлемых для французской политической и военной верхушки наполеоновского периода, а также якобы терпимых для массы французов. Восстановление режима произошло в соответствии с хартией о провозглашении конституционной монархии, причем с внедрением ограниченного избирательного права, хартией гарантировались права личности, и никто не подверг сомнению решение земельного вопроса, проистекавшего из революционной конфискации и продажи, никакого возврата к 1789 году не предусматривалось, тем не менее полной уверенности в будущем не существовало. Сражение между правыми и левыми началось со спора по поводу самой хартии. Можно ли ее считать договором между королем и народом, или простым проявлением королевского великодушия, от которого он может точно так же спокойно отказаться? Спор продолжился по всему объему проблем, вызывавших сомнения в принципе, или только в воображении, по поводу оснований, завоеванных во время революции ради свободы и имущих сословий. В сухом остатке на кону стояли фактические достижения французской революции. С одной стороны, по этому поводу можно сказать, что те, кто при старом режиме изо всех сил добивался призвания своего права на участие в управлении Францией, одержали победу. Политический вес знаменитости, или нотабли, как их тогда называли, для себя получили, а те, пусть даже из представителей старого дворянства Франции, кто воспользовался плодами революции в корыстных целях, лакеи Наполеона, или просто крупные землевладельцы и предприниматели, превратились в настоящих правителей Франции. Еще одно изменение заключалось в формировании нации, осуществлявшейся французскими государственными атрибутами. Ни одно частное лицо или представители корпорации не могли теперь утверждать, будто находятся вне предела функционирующей сферы национального правительства Франции. Наконец, самое главное состояло в том, что в ходе революции изменились политические взгляды. Среди прочего, претерпели преобразование сами термины, в которых велось обсуждение французских общественных отношений. Битва между правым и левым, консерваторами или либералами, шла теперь на политическом фронте, а не по поводу наделения монарха привилегией божественного права. Как раз этой грани не смог разглядеть последний король прямой линии династии Бурбонов Карл X. Он по недомыслию попытался превысить конституционные ограничения, сковывавшие его полномочия, затеяв, по сути, государственный переворот. Парижане подняли против него июльскую революцию 1830 года. Либеральные политики быстренько ее возглавили и, к огорчению республиканцев, вместо Карла X поставили нового короля. Луи Филипп возглавлял худородную ветвь французского королевского дома или ее орлеанскую семью, но в глазах многих консервативных деятелей Франции он воплощал с собой идеал революции. Его отец отдал свой голос в пользу смертной казни Людовика XVI и в скором времени сам взошел на эшафот, а тем временем новый король воевал в качестве офицера в республиканских армиях. Он даже состоял членом пресловутого якобинского клуба, который многими считался глубоко законспирированной тайной организацией и бесспорным инкубатором, из которого вышли виднейшие вожди французской революции. Либералам Луи Филипп пришелся по душе практически по тем же самым соображениям. Он смирял участников революции обещанием стабильности даруемой монархии, хотя сторонников крайне левых взглядов покой на родине никогда не радовал. Режим, который ему предстояло предохранять на протяжении отведенных ему восемнадцати лет, считается безупречно конституционным и обеспечившим все основные политические свободы граждан, причем упор при нем делался на отстаивании интересов зажиточной части населения. При Луи Филипп оперативно подавлялись городские беспорядки, которых из-за нищеты горожан в 1830-х годах возникало предостаточно, и по этой причине особой популярностью у левых он не пользовался. Один видный политик призвал своих соотечественников обогащаться. Эта его рекомендация подверглась большому осмеянию, а правильно ее поняли совсем немногие, хотя он всего лишь пытался объяснить им элементарную истину. Путь к приобретению права голоса пролегает через достижение категории, определяемой максимальным доходом. В 1830 году всего лишь около трети французов от численности англичан пользовались правом голоса на выборах своих национальных представителей, в то время как численность населения Франции примерно в два раза превышала численность населения Англии. Как бы там ни было, теоретически июльская монархия опиралась на народный суверенитет, считавшийся революционным принципом с 1789 года. Из-за этого в Европе, расколотой по линиям идеологических предпочтений, ей досталось определенно особое международное положение. В 1830 годах существовали бросающиеся в глаза различия между Европой конституционных государств Англии, Франции, Испании и Португалии и тех же легитимистских династических государств Востока, спримкнувшими к ним итальянскими и немецкими сателлитами. Правительством консерваторов июльская революция пришлась совсем не ко двору. Большую тревогу у них вызвало восстание бельгийцев против своего голландского короля в 1830 году, но поддержать его не получилось, так как британцы и французы отдали свое предпочтение бельгийцам, а властям России пришлось заниматься польским восстанием. Только в 1839 году появилась возможность для провозглашения независимости Бельгии, а единственное важное изменение в ее государственной системе, предусмотренное венским протоколом, подождало до 1848 года. А тут еще появились внутренние проблемы в Испании и Португалии, прошедшие рябью по без того беспокойной глади европейской дипломатии. В юго-восточной Европе повсеместно наблюдалось ускорение темпов перемен. Новая революционная эпоха открывалась там как раз вовремя, когда в Западной Европе она подходила к своему кульминационному моменту. В 1804 году зажиточный сербский продавец свинины возглавил восстание своих соотечественников против разложившегося турецкого гарнизона Белграда. В тот момент османские власти готовы были одобрить его действия ради обуздания собственных мятежных солдат и подавления сельских христиан, приступивших было к резне городских мусульман, но конечным результатом этого восстания для Османской империи стало учреждение автономного сербского княжества в 1817 году. К тому времени турки уступили России область между реками Днестр и Пруд под названием Бессарабия и были вынуждены признать тот факт, что их власть над большей частью Греции и Албании всего лишь формальная, а действительная власть находится в руках местных пашей. Так проявилась, хотя внешне еще не совсем явно, постановка восточного вопроса 19 века в следующей форме. Кто или что должны были унаследовать осколки разваливающейся Османской империи? В Европе он занимал власти империй на протяжении более чем столетия. На Балканах и в бывших азиатских провинциях империи войны за обладание османским наследием все еще продолжаются в наши дни. С самого начала там появилось хитросплетение расовых, религиозных, идеологических и дипломатических проблем. Османские территории населяли народы и общины, разбросанные по обширным территориям самым причудливым, не поддающимся никакой логике образом, и в Венском протоколе их среди областей, обеспеченных покровительством великих держав, не числилось. Когда в 1821 году начались события, названные революцией греков, то есть православных подданных султана, многих из которых с полным на то основанием относили к разбойникам и пиратам против османского гнета, русский царь отказался от своих консервативных принципов и встал на сторону мятежников. Религия и давнишнее тяготение русских к своим стратегическим целям в Юго-Восточной Европе лишили вождей Священного Союза возможности поддержки исламского правителя, что все равно сделали прочие правители и в конце русские даже пошли войной на султана. Новое Королевство Греков появилось в 1832 году, но его границы прочертили иноземцы, и остальные балканские народы получили на примере Греции понятие о том, что их может ожидать. К тому же всем стало ясно, что решение восточного вопроса в XIX веке осложняется притязаниями носителей идеологии национализма, в XVIII веке вообще не существовавших. Перспектива просматривалась весьма нерадостная, так как в начале греческого восстания турки устроили резню греков в Константинополе и Смирне, на что греки тут же ответили резней турок на полуострове Пелопонез. Проблемы следующих двух веков на Балканах оказались отравленными у самых их корней примерами того, что позже назовут этническими чистками. Новый революционный взрыв в Европе пришелся на 1848 год. В какой-то момент появилось ощущение опасности, нависшей над порядком, сложившимся после 1815 года. В 1840 годах возникли большие экономические трудности, нехватка продовольствия и общая нищета населения во многих местах, особенно в Ирландии, где в 1846 году случился страшный голод, а затем в 1847 году голод сразил Центральную Европу и Францию, где из-за обвала торговли в городах наступил мор народа, широкое распространение получило безработица, непрекаянные мужчины занялись грабежами, повсеместно возникали радикальные движения населения. Участники одних массовых беспорядков вдохновляли на мятеж соседей, как говорят дурной пример, суть явления заразительная, из-за их множества ослабла система международной безопасности, утратившая способность к подавлению новых вспышек насилия. Символический сигнал на старт подали в феврале из Парижа, где Луи-Филипп отрекся от престола, когда обнаружил, что представители среднего класса перестали поддерживать его упорное сопротивление расширению избирательного права. К середине 1848 года во всех ведущих европейских столицах, кроме Лондона и Санкт-Петербурга, правительства свергли, или они в лучшем случае едва сопротивлялись отставке. Когда после февральской революции во Франции появилась республика, в Европе приободрились все революционные и политические эмигранты. Мечты о 1830 годах заговоров казались им вполне осуществимыми. Снова двинется в путь Великая нация и на марш выйдут армии Великой революции, по новой занявшись распространением своих принципов. Однако в действительности происходили совсем другие события. Французы совершили дипломатическое коленопреклонение в направлении страдальцев поляков, тем самым продемонстрировав классический пример либерального сочувствия, но единственное военное действие они предприняли защиту Папы Римского по безупречно консервативной причине. Их поведение выглядит предельно показательным. Французские революционеры 1848 года руководствовались императивами конкретной ситуации, преследовали самые разнообразные цели и двигались по расходящимся избивающим с толку путям. В большинстве городов Италии и Центральной Европы они выступали против властей, которых считали тираническими потому, что они не придерживались либеральных принципов. Там выдвигалось великое символическое требование по конституционному закреплению основных свобод человека. Когда такая революция случилась в самой Вене, ее канцлер Мэттерних, считающийся архитектором консервативного порядка в Европе после 1815 года, отправился в изгнание. Успешная революция в Вене послужила причиной паралича в Центральной Европе с последующим расстройством там всех дел. Немцам теперь никто не мешал в организации собственных революций без оглядки на вмешательство австрийцев, стороживших старинные порядки на территории малых государств. Свободу действий получили и остальные народы австрийских доминионов. Итальянцы во главе с честолюбивым, но сообразительным королем Сардинии, придерживавшимся консервативных взглядов, напали на гарнизоны австрийской армии в Ломбардии и Венеции, венгры подняли мятеж в Будапеште, а Чехи в Праге. Ситуация в результате всех этих выступлений радикально усложнилась. Многие из этих революционеров требовали национальной независимости, а не внедрения конституционной системы управления, хотя конституционализм, как строгое соблюдение конституционных принципов, какое-то время казался путем к независимости, так как им отвергалось династическое самодержавие. Если бы либералам удалось добиться назначения правительств в соответствии с конституционными нормами во всех столицах Центральной Европы и Италии, тогда там фактически появились бы нации, до того времени не знавшие собственных государственных структур или, по крайней мере, не располагавшие ими на протяжении очень долгого времени. Если бы славяне добились своего собственного национального освобождения, то государства, раньше считавшиеся немецкими, лишились огромных участков собственной территории, особенно в Польше и Богемии. Потребовалось время на то, чтобы такая истина дошла до сознания народов. Немецкие либералы внезапно споткнулись об эту проблему в 1848 году и тут же пришли к достойному умозаключению. Они выбрали национализм. Сто лет спустя итальянцы все еще не могли определиться со своей собственной версией дилеммы в Южном Тироле. Немецкие революции 1848 года потерпели по существу неудачу потому, что их соотечественники либералы решили, что немецкий национализм требует предохранения немецких земель на востоке. Следовательно, нужна была сильная Пруссия, народ которой должен согласиться с их условиями обеспечения будущего Германии. Можно к тому же привести дополнительные признаки того, что направление течения истории к концу 1848 года поменялось. Австрийцы силой оружия справились с мятежными итальянцами. В Париже мятежников, попытавшихся придать революции новую инерцию для движения в направлении демократии, в июне сокрушили с пролитием большой крови. Республику в конце концов решили строить на принципах трезвого консерватизма. Конец наступил в 1849 году. Австрийцы опрокинули армию революционеров Сардинии, служившую единственным щитом итальянских революций, и тогда монархи на всем протяжении полуострова начали отменять конституционные уступки, на которые им пришлось пойти, а правитель австрийской державы на все происходящее взирал как бы со стороны. Немецкие правители делали то же самое, а тон среди них задавал эрцгерцог Пруссии, нажим на габсбургов продолжали хорваты с венграми, но позже на помощь своему союзнику пришла русская армия. Либералы рассмотрели в 1848 году приход некой весенней поры наций, если она на самом деле случилась тогда, ростки ее в скором времени все равно завяли. К концу 1849 года формальная структура Европы снова выглядела во многом такой же, какой она была в 1847 году, даже невзирая на важные изменения, коснувшиеся ряда стран. Национализм в 1848 году совершенно определенно считался популярным делом, но он еще не обладал достаточным авторитетом, чтобы обеспечить состоятельность революционных правительств, тем более выглядеть прилично, как просвещенная сила, по провалу национализма, можно судить о том, что обвинение, предъявлявшееся государственным деятелям 1815 года за отказ в должном ему внимании, суть выдуманная, с 1848 года не появилось ни одной новой страны, так как к этому ни один народ готов не был. Основная причина такой неготовности состояла в том, что при всей многочисленности национальностей национализм на большей части территории Европы массом представлялся все еще некой абстракцией, представителей только относительно немногих и хорошо образованных, по крайней мере, полуобразованных народов серьезно волновала данная проблема. Где в национальных различиях, к тому же, воплощались социальные вопросы, иногда наблюдались эффективные действия народа, представители которого чувствовали свою самость в своем языке, традициях или религии, но она не служила причиной создания новых наций. Крестьяне Русины Галиции в 1847 году радостно перебили своих польских землевладельцев, когда администрация Габсбургов позволила им это сделать, угомонившись на этом, они в 1848 году сохранили свою лояльность Габсбургам. В 1848 году случилось несколько по-настоящему народных массовых восстаний. В Италии мятежностью духа отличились горожане, а крестьяне жили тихо. Крестьяне Ломбардии на самом деле встречали австрийскую армию, можно сказать, цветами, когда она возвратилась, потому что они не видели для себя ничего доброго в революции, раздуваемой аристократами, да еще одновременно владельцами их земли. В разных уголках Германии, где традиционные структуры устоявшегося сельского общества оставались нетронутыми, крестьяне вели себя точно так же, как их предшественники во Франции в 1789 году. Льгли усадьбы своих землевладельцев, но не из личной неприязни, а ради уничтожения ненавистных и пугающих арендных списков, долговых расписок и досье исполнения трудовой повинности, такие вспышки неповиновения пугали городских либералов не меньше, чем парижская вспышка отчаяния и безработицы в июньские дни напугала средние классы Франции. Там, потому что крестьянин с 1789 года, говоря в целом, проявлял здоровый консерватизм, правительство свято верило в поддержку жителей провинции в деле подавления мятежной парижской нищеты, принесшей радикулизму его скоротечный успех. Но консерватизм тоже можно было обнаружить внутри революционных движений. Неистовство немецкого рабочего класса очень тревожило богатое сословие, но тревожило только потому, что вожаки немецких рабочих под разговоры о так называемом социализме фактически искали возврата в прошлое. В глубине души они мечтали о надежном мире гильдий и налаженной системы профессионального обучения и при этом боялись машинного оборудования на фабриках, пароходов на Рейне, из-за которых лодочники остаются без работы, и открытия неограниченного доступа в торговлю. Короче говоря, им претили все наглядные признаки наступления рыночного общества. Практически все, без исключения народной революции в 1848 году служат доказательством того, что либерализм у народных масс какую-либо симпатию не вызывает совсем. В общем и целом, социальную значимость 1848 года оценить так же сложно, как увидеть его политическое содержание, не подлежащее прямолинейному обобщению. Вероятно, больше всего под воздействием революции изменилось общество в сельской местности Восточной и Центральной Европы. Именно там носители либеральных принципов и страха перед народным мятежом объединились, чтобы принудить землевладельцев на проведение изменений. Везде, где за пределами России сохранился подневольный крестьянский труд и крепостная система землепользования, после 1848 года их повсеместно отменили. В том году сельскую социальную революцию, начатую шестьюдесятью годами раньше во Франции, центральной и большей части Восточной Европы, довели до ее завершения. Теперь-то открылся путь для перестройки сельскохозяйственной жизни в Германии и долине Дуная по лекалам рынка и частной инициативы. При том, что многие привычки и наклонности ума феодального общества просуществуют еще некоторое время, конец ему наступал теперь на всей территории Европы. Хотя выражение политических компонентов французских революционных принципов придется ждать еще дольше, зато национализм ждать себя не заставлял. Долгий мир между великими державами, продлившийся с 1815 года, закончился в 1854 году спором вокруг русского влияния на Ближнем Востоке. Заметным во многих отношениях событием этого спора следует отметить Крымскую войну, в которой французы и британцы выступили союзниками османского султана в борьбе против русских. Сражения развернулись на Балтике, в южных губерниях России и в Крыму. Причем особое внимание привлекал как раз Крымский театр военных действий. Там союзники султана взялись за штурм военно-морской базы города Севастополя, считавшегося ключом к русской мощи на Черном море. Этот штурм принес европейским союзникам поразительные результаты. Солдаты британской армии сражались храбро, совсем не хуже своего противника и союзников, зато британцы отличились полной неадекватностью мер административного обеспечения войны, из-за скандала, вызванного этими мерами, поднялась мощная волна радикальных реформ на британских островах. По стечению обстоятельств в ходе Крымской войны выявился высокий престиж новой профессии для женщин сестры милосердия. Женщины этой профессии посрамили сотрудников британских медицинских служб, продемонстрировавших поразительную никчемность. Флоренс Найтингейл своим образцовым трудом открыла для почтенных женщин новые профессиональные возможности впервые после создания дамских религиозных общин еще в средневековье. Ход той войны к тому же заслуживает упоминания своим показателем внедрения технических новинок. Впервые ведущими державами в военных нуждах использовались пароходы и железная дорога, а в Стамбул протянули электрический кабель телеграфа. Некоторые из этих вещей выглядели зловещими. Все-таки сиюминутное их значение практически не просматривалось на фоне того, как Крымская война отразилась на международных отношениях. Россия потерпела поражение и на какое-то время лишилась возможности по запугиванию властей Турции. Последовал шаг на пути к учреждению еще одной новой христианской страны под названием Румыния, провозглашение которой состоялось в 1862 году. Снова на бывших османских землях триумфом отметилось появление очередной национальности, но решающим результатом той войны следует отметить исчезновение Священного Союза. Старое соперничество XVIII века между Австрией и Россией по поводу принадлежности османского наследия на Балканах вспыхнуло снова, когда австрийцы предупредили русских воздержаться от оккупации дунайских княжеств, как тогда называли территорию будущей Румынии, во время войны и после ее завершения оккупировали их сами. Это случилось спустя пять лет после того, как власти России вмешались в европейские дела, чтобы восстановить державу Габсбургов через решительное подавление венгерской революции. Дружба между этими двумя европейскими державами закончилась. В следующий раз, когда перед Австрией возникла новая угроза, справляться с ней австрийцам пришлось уже не рассчитывая на помощь русского жандарма консервативной Европы. В 1856 году, когда заключался мирный договор, мало кому дано было предвидеть, насколько скоро наступит то время. За десять лет в двух скоротечных яростных войнах Австрия утратила свое господство одновременно в Италии и Германии, и власти освободившихся стран создали новое национальное государство. Националисты на самом деле одержали победу, причем за счет поражения Габсбургов, как пророчили энтузиасты в 1848 году, но совершенно негаданным способом. Нереволюционный порыв, а амбиции двух традиционно экспансионистских монархических режимов Сардинии и Пруссии послужили поводом для того, чтобы приступать к улучшению своего положения за счет Австрии, обособленность которой на тот момент казалась полной. Французы не только пожертвовали союзом с Россией, Более того, после 1852 года Францией правил император, снова носивший имя Наполеона. Он приходился племянником первому Наполеону и имел право на его имя. Его избрали президентом Второй Республики, конституцию которой он отменил после удачного государственного переворота. Имя Наполеон само по себе внушало ужас и предполагало программу переустройства международных отношений или революцию. Наполеон Третий, Второй считался юридической фикцией, так как приходился сыном Наполеону Первому, но никогда ничем не правил, выступал за отмену установленного в 1815 году порядка, которым предусматривалось подавление Франции и в связи с этим установление австрийского господства, поддержанного в Италии и Германии. Он говорил на языке национализма гораздо откровеннее, чем это себе позволяли практически все остальные европейские правители и вроде бы даже верил в то, что сам проповедовал. Силой оружия и дипломатии он направлял деятельность двух великих знатоков дипломатических механизмов в лице Бенцо де Кавура и Отто фон Бисмарка, состоявших в должности председателя правительства соответственно Сардинии и Пруссии. В 1859 году шла война Сардинии и Франции с Австрией. После скоротечной войны австрийцам в Италии осталась одна только Венеция. Кавур затем принимается за работу по присоединению к Сардинии остальных итальянских государств, а в оплату за это Франции придется отдать сардинскую совою. Кавур умер в 1861 году, а споры по поводу истинного масштаба его замыслов продолжаются до сих пор. Но в 1871 году его преемники произвели на свет объединенную Италию при прежнем короле Сардинии, которому тем самым возместили потерю Савои, служившей наследственным герцогством его рода. В том году произошло объединение еще и Германии. Бисмарк в очередной раз начал со сплочения носителей немецких либеральных настроений вокруг прусского дела. В 1864 году затеяв грязную войнушку против Дании, два года спустя прусские полководцы нанесли поражение Австрии в ходе молниеносной военной кампании на территории Богемии, тем самым наконец-то покончив с поединком между Гогензоллернами и Габсбургами за верховенство над Германией, начатым в 1740 году Фридрихом Вторым, война, позволившая это, послужила скорее регистрацией свершившегося факта, чем достижение победителя в ней, так как с 1848 года Австрия на немецком направлении выглядела крайне ослабленной. В том году немецкие либералы предложили немецкую корону не своему императору, а королю Пруссии, тем не менее правители некоторых этих государств все еще оглядывались на Вену в надежде на указания и покровительства, и теперь их оставили один на один с прусскими задирами. Обзудская империя превратилась в полностью дунайскую территорию, во внешней политике ее руководство заботили в основном Юго-Восточная Европа и Балканы. Она оставила Нидерланды в покое в 1815 году, Венецию потребовали пруссаки для итальянцев в 1866 году, и теперь она покинула Германию тоже на произвол собственной судьбы. Сразу вслед за установлением мира венгры воспользовались представившимся случаем, чтобы нанести новое поражение униженной монархии через обретение гипотетической автономии для той половины габсбургской монархии, которую составляли земли венгерской короны. Тем самым в 1867 году эта империя превратилась в сдвоенную или австро-венгерскую монархию, разделенную весьма грубо на две части, связанную всего лишь династией как таковой и проведением общей внешней политики. Немецкое объединение требовало еще одного шага вперед. Французы постепенно приходили к осознанию того, что утверждение прусской державы на противоположном берегу Рейна противоречило их интересам. Вместо раздираемой спорами Германии ее руководству теперь приходилось иметь дело с единой Германией, пребывающей под властью влиятельной военной державы. Эпоха Ришелье уходила в прошлое практически незамеченной. Бисмарк использовал консолидацию Германии наряду с ослаблением Наполеона Третьего внутри его страны и международной изоляцией для того, чтобы спровоцировать французов на недальновидное объявление войны в 1870 году. Победа в этом конфликте послужила, образно говоря, краеугольным камнем нового величественного сооружения немецкой национальности, так как народ Пруссии взял на себя основные тяготы по защите Германии от поползновений со стороны Франции, причем к тому времени еще живы были немцы, помнившие, что вытворяли солдаты французской армии в Германии при предыдущем Наполеоне. Прусская армия разгромила во Франции Вторую империю, то есть последний монархический режим в той стране, и создала немецкую империю, названную Вторым Рейхом, чтобы не смешивать ее с империей Средневековья. На практике таким манером проявлялось прусское доминирование, замаскированное под федеральные формы, но в таком виде немецкое национальное государство вполне устраивало многих немецких либералов. Такую федерацию своевременно и соответствующим образом основали в 1871 году, когда король Пруссии принял корону объединенной Германии, которую его предшественник в 1848 году отказался принимать из рук немецких либералов, переданную ему князьями, служившими во дворце Людовика XIV в Версале. Таким образом, на протяжении пятидесяти лет шла революция в международных отношениях, и она обещала большие последствия для мировой, а также европейской истории. Германия пришла на смену Франции в качестве главной сухопутной державы в Европе, точно так же, как Франция пришла на смену Испании в 17 веке. Этому факту предстояло омрачать международные отношения в Европе до тех пор, пока их определяли силы, происходившие изнутри этого континента. Он совсем слабо определялся революционными мерами политики в узком и строгом смысле этого слова, вменяемые революционеры 19 века не смогли достичь чего-то сопоставимого со свершениями Кавура, Бисмарка и половиной заслуг самого Наполеона Третьего. Все это очень странно, учитывая надежды, возлагавшиеся на революции в этот период истории, и страхи их сопровождавшие. Революции принесли совсем незначительные достижения на периферии Европы и даже вызвали признаки всестороннего ослабления. Вплоть до 1848 года случилась масса революций, не говоря уже о всевозможных заговорах, появлении тайных организаций и прокламаций, не оправдавших своего названия. После 1848 года все эти явления стали большой редкостью. Время очередной польской революции пришло в 1863 году, но она осталась единственным заметным событием своего рода на землях великих держав до 1871 года. Убывание революционного порыва к тому времени выглядит делом вполне объяснимым. Революционеры явно не смогли многого добиться за пределами Франции, зато они принесли большое разочарование и диктатуру. Некоторых своих целей революционеры достигали иными способами. Кавур и его последователи в конце концов создали единую Италию, к большому огорчению Мадзини, так как этого не мог одобрить ни один революционер, и Бисмарк исполнил то, на что надеялись многие немецкие либералы 1848 года, превратив свою Германию в бесспорно великую державу. Остальные цели достигались через экономический прогресс. При всех ужасах нищеты, предусмотренной этим прогрессом, Европа XIX века богатела и отдавала своим народам все большую долю собственного богатства. Здесь свою позитивную роль сыграли весьма скоротечные факторы. За 1848 годом последовало открытие великих золотых приисков Калифорнии, откуда выплеснулся поток слитков для стимулирования мировой экономики в 1850 и 1860 годах. В те десятилетия укрепилась уверенность в завтрашнем дне, а безработица резко сократилась, что положительно отразилось на укрепление общественного спокойствия. Более основательная причина того, почему революции стали встречаться гораздо реже, может заключаться в том, что затеять их было теперь труднее. Власти постепенно научились справляться с ними достаточно незатейливыми, по большому счету, техническими способами. 19 веку мы обязаны появлением современной полиции. Усовершенствование средств сообщения с внедрением железной дороги и телеграф обеспечили центральную власть новой мощью в подавлении мятежей, возникавших на окраинах государств. Но главное заключалось в том, что вооруженные силы приобретали подавляющее техническое превосходство над мятежниками. Уже в 1795 году французское правительство продемонстрировало, что при наличии у него контроля над регулярными вооруженными силами и готовности их применения ему не составит особого труда обуздания мятежников в Париже. В период продолжительного мира с 1815 до 1848 года армии многих европейских стран по большому счету превратились в инструменты поддержания общественного порядка, потенциально сориентированное на подавление населения собственных государств. То есть средства международного соперничества, направленного против иностранных врагов, они не напоминали. Только из-за перехода на сторону мятежников крупных подразделений вооруженных сил появился шанс на успех революции в Париже 1830 и 1848 годов, как только в распоряжении правительства оказывались достаточные силы для сражения типа того, что пришлось на июньские дни 1848 года, который один наблюдатель назвал величайшей войной рабов в истории человечества, эти сражения могли завершиться только поражением мятежников. С того года ни одна народная революция не привела к успеху ни в одной крупной европейской стране, где массы поднимались против правительства, контроль которого над его вооруженными силами не ослабевал из-за поражения в войне или подрывной деятельности врагов режима и которая обладала решимостью воспользоваться силой. Яркую и кровавую демонстрацию решительности властей принес 1871 год, когда французское правительство в очередной раз за неделю с небольшим решительно подавило мятежников в Париже, причем жертв оказалось совсем не меньше, чем во времена террора 1793-1794 годов. Народный режим, притянувший к себе радикалов и реформаторов тех мастей, обосновался в столице в качестве коммуны Парижа. Такое название оживляет в памяти традиции муниципальной независимости, уходящие корнями в Средневековье, но главное к 1793 году, когда коммуна или городской совет Парижа служила центром революционного движения. Комуне 1871 года досталась власть потому, что после поражения от немцев правительство не могло отобрать у столичных жителей оружие, с которым эти жители успешно выстояли осаду противника, и потому, что то же самое поражение стало причиной враждебности многих парижан к правительству, не оправдавшему их надежды. За время мимолетного существования коммуны ей досталось несколько недель спокойной жизни, пока правительство готовило свой ответный удар, больших достижений за ней не числится, зато ее деятели наплодили массу леворадикального краснобайства. В скором времени парижскую коммуну назвали воплощением социального переворота. Подавление коммунаров в таких условиях обставлялось дополнительными трудностями. Они настали, когда правительство приступило к формированию воинских подразделений из возвращавшихся военнопленных, чтобы вернуть себе Париж, превратившийся в арену скоротечных, но кровопролитных уличных боев. И снова сформированные на регулярной основе вооруженные силы подавили рабочих и лавочников в спешке понастроивших из подручных средств баррикады. Как ничто другое, тогдашнее жуткое поражение Парижской коммуны должно было убить революционный миф, как с точки зрения его пугающей сути, так и вдохновляющей роли. Однако миф оказался произведением живучим. Поражение Парижской коммуны послужило только его укреплению. Консерваторы сочли ее судьбу большим подспорьем. Пример коммуны можно всегда привести как источник потаенных опасностей, постоянно грозящих вырваться на поверхность жизни общества. Революционеры располагали новым эпизодом проявления героизма и мученичества, добавившимся к списку так называемых революционных апостолов, составленного с 1789 по 1848 годы. Но Парижская коммуна, к тому же, послужила оживлению революционной мифологии в силу нового фактора, важность которого уже осознали одновременно левое и правое. Речь идет о социализме. Это слово, как производная от него социалист, пришло в европейские языки для обозначения великого многообразия вещей и явлений, причем многозначность социализма возникла с самого его рождения. Оба слова сначала получили широкое хождение во Франции приблизительно в 1830 году и служили они для обозначения теорий и их сторонников отрицавших общество функционирующее на основе рыночных принципов, а также систему хозяйствования основанную на фундаменте невмешательства государства когда вся выгода как думали социалисты достается богачам. Фундаментом социалистических представлений служит экономический и социальный эголитаризм правенство подавляющее большинство социалистов разделяло данный принцип. Они наивно полагали будто в совершенном обществе не останется места сословиям угнетающим другие сословия в силу такого преимущества как обладание богатством. Все социалисты к тому же проявляли завидное единодушие по поводу отрицания неприкосновенности собственности право на которую служило источником бесправия. Кое-кто из них выступал за полную его отмену и их назвали коммунистами. Один использовавшихся популярностью лозунгов звучал так «Собственность суть атрибут воровства». Подобные представления могли выглядеть пугающими для буржуазии но ничего особенно нового они в себе не содержали. Представления о равенстве очаровывали людей на протяжении всей их истории и христианские правители Европы совсем без труда смогли расставить общественные атрибуты основанные на кричащем имущественном неравенстве согласовав их с атрибутами духовными причем в одном из религиозных гимнов верующие восхваляют своего бога за то что он насытил голодного добротной едой а богатого отослал прочь безо всего в начале девятнадцатого столетия случилось так что все социалистические идеалы вдруг приобрели некоторую перспективу воплощения в жизнь связанную с идеей революции нового рода не стоит забывать об их широкой популярности у народа потребность во внедрении нового мышления возникла к тому же в силу прочих важных событий одной из причин можно назвать то что с успехом либеральной политической реформы появилось понимание недостаточности юридического равенства если оно выхолощивалось зависимостью от экономически сильного партнера или подменялось нищетой с сопутствующим невежеством вторая причина существовала еще в восемнадцатом веке когда несколько мыслителей увидели в больших несоответствиях богатства проявление иррациональности в мире нуждавшимся в достойном как они думали регулировании ради сотворения максимального блага в максимальном количестве во время французской революции кое-кто из ее мыслителей и агитаторов уже выдвигали требования в которых последующие поколения разглядят социалистические идеи идеи эголитаризма равенства как бы то ни было обрели социалистический смысл в современном значении когда начали сцепляться с проблемами новой эпохи социально-экономических перемен прежде всего вызванных индустриализацией тут часто требовалась большая проницательность так как все эти изменения очень медленно проявлялись за пределами Великобритании и Бельгии то есть в первой континентальной стране степень индустриализации которой достигнет сопоставимого уровня все-таки они могли представлять такое большое отличие от традиционного общества что даже слабое начало сосредоточения капиталистических финансов и производства не остались незамеченными один из первых мужчин уловивший их потенциально очень мощные последствия для общественной организации был французский дворянин по имени Клод-Анри Сан-Симон его плодотворный вклад в теорию социалистического строя заключался в учете влияния на общество научно-технического прогресса Сан-Симон считал что научно-технический прогресс не только требовал плановой организации экономики но и подразумевал а на самом деле требовал смены традиционных правящих сословий по своим воззрениям остававшихся на аристократическом и сельском уровне ведущими представителями новых экономических и интеллектуальных сил таки идеи оказали влияние на многих мыслителей в подавляющем большинстве французов их обсуждали вполне широко чтобы в 1848 году напугать французские имущие сословия представители которых решили будто в июньские дни они наблюдали некую так сказать социалистическую революцию социалисты по большей части отождествляли себя с традицией французской революции и при этом изображали реализацию своих идеалов ее следующей фазой поэтому неверное толкование этих идеалов вполне поддается оправданию в 1848 году на европейском перекрестке истории появляется брошюра ставшая важнейшим документом в судьбе социализма ее навсегда запомнили как манифест коммунистической партии хотя выпустили данную брошюру совсем под иным названием по большому счету перед нами творение молодого немца еврейского происхождения хотя крещеного Карла Маркса из данного момента можно отделить предысторию социализма от его истории Маркс объявил о полном разрыве с так называемым утопическим социализмом как он сам его назвал собственных предшественников социалисты утописты не спровергали промышленный капитализм потому что считали несправедливым его политическое устройство Маркс думал что суть не в этом по Марксу получается так что убеждение народа в нравственной желательности перемен ни малейших надежд оправдать не сможет все зависит от траектории движения истории к фактическому и неизбежному сотворению в недрах индустриального общества нового рабочего класса то есть безродных наемных работников новых промышленных городов которых Маркс назвал промышленным пролетариатом этому классу по Марксу принадлежала революционная инициатива история своим ходом способствовала пролетариату в накоплении революционной инерции и умонастроений в истории сами собой созреют условия в которых революция представляется единственным логическим выходом и в таких условиях революция не может не увенчаться победой главный аргумент состоял не только в том что капитализм виделся нравственной случайностью а что он уже себя изжил и поэтому исторически обречен на погибель Маркс утверждал что в каждом обществе складывается собственная система прав собственности и классовых отношений а в соответствии с ними формируется его частное политическое устройство действия экономических сил обычно выражается в политике они должны меняться под влиянием событий хозяйственного толка определяющих конкретную организацию общества а поэтому рано или поздно и Маркс вроде бы ждал ее раньше революция должна смести капиталистическое общество и все его формы точно так же как капиталистическое общество уже смело со своего пути феодализм карл Маркс много чего еще сочинил но его экономическая теория выглядела мощным и вдохновляющим на свершение оружием обеспечившим ему господство в международном социалистическом движении появившемся в последующие 20 лет убежденность в своей исторической правоте служила революционерам великим тонизирующим средством от своих классиков рядовые революционеры с радостью узнавали о том что их дело которому они взялись служить в силу самых разных побуждений в пределах от желания покончить с несправедливостью и до банальной зависти теоретически обречено на триумф а фактически теория Маркса превратилась в своего рода вероисповедание хотя его приверженцы называли ее наукой при всем его интеллектуальном потенциале в качестве аналитического инструмента марксизм сводится теперь прежде всего к популярной мифологии опирающейся на видение истории события которые показали что деятельность людей ограничена необходимостью так как их общественные атрибуты определялись методами развития производства а также основывались на вере в то что к рабочему классу относятся избранные люди паломничество которых по всему несовершенному миру должно закончиться победоносным провозглашением справедливого общества где железный закон необходимости прекратит функционировать социалисты революционеры могли тем самым угомониться со своей уверенностью в научной неопровержимости аргументов в пользу непреодолимого продвижения к тысячелетию социализма причем приверженность революционному активизму выглядит уже неуместной сам Маркс однозначно следовал положениям собственного учения более тщательно применяя его только к масштабным радикальным изменениям в истории которым простые люди бессильно сопротивлятся а не к деталям их развертывания не стоит удивляться тому что по примеру многих великих мастеров он признал далеко не всех своих учеников позже дошло до того что он вообще открестился от марксизма марксистская новая религия послужила источником вдохновения для организации рабочего класса на борьбу за общее дело профсоюзы и кооперативы в некоторых странах уже существовали первая международная организация людей труда появилась в 1863 году при том что к ним принадлежали многие из тех кто не разделял взглядов маркса среди прочих заслуживают упоминания анархисты влияние его теории внутри профсоюзного движения считается определяющим маркс служил его секретарем его имя пугало консерваторов которые возлагали на социализм ответственность за парижскую коммуну какие бы оправдания ни приводились природное чутье консерваторов при этом себя вполне оправдывало после 1848 года случилось так что сторонники социализма перехватили революционную традицию принадлежавшую либералам и вера в историческую роль промышленного рабочего класса все еще едва заметного за пределами Англии не говоря уже о его господстве в большинстве европейских стран превращается в традицию приверженцы которой считали так что революция всегда могла быть только лишь делом справедливым формы мышления о политике развитые во времена французской революции тем самым удалось перевести на общество которыми они будут все более отвергаться то насколько простым такой переход мог быть показал сам Маркс раскритиковавший драму и мифическое возвеличивание парижской коммуны ради пропаганды социализма в убедительном трактате он присовокупил его к своим собственным теориям хотя социализм фактически представлялся производным явлением взаимодействия множества сложных и разнообразных сил и с точки зрения эголитаризма в нем отразилось не так уж много уже не говоря о так сказать научном социализме более того он появился в городе пусть даже огромном но не числившемся среди крупных производственных центров в которых по предсказанию Карла Маркса должна вызревать пролетарская революция об этом факте все упорно хранили молчание та коммуна фактически послужила последним и самым наглядным примером революционного и традиционного парижского радикализма парижская коммуна с треском провалилась и от ее поражения пострадала репутация социализма вызвавшего репрессивные меры все же Маркс поставил ее во главу угла социалистической мифологии Россия за исключением разве что польских земель казалась свободной от всех бед тревоживших прочие великие континентальные державы французская революция послужила одним из тех факторов наряду с феодализмом ренессансом или реформацией что решающим образом определили контуры западной Европы но обошли стороной богом хранимую Россию невзирая на то что царь Александр Первый в период управления которого народ России встретил европейское вторжение 1812 года баловался на досуге либеральными идеями и даже подумывал о даровании подданным Конституции однако ничто толкового у него из такого увлечения не вышло никакой формальной либерализации российских государственных учреждений до 1860 годов не наблюдалось и даже когда она началась ее связь с революционной заразой отсутствовала справедливости ради стоит напомнить что либерализм и революционные идеологии на самом деле имели хождение на территории России еще раньше во времена правления Александра Первого случилось проникновение в Россию чуждых вере ее народа идей и появилась небольшая группа критиков царского режима видевших образец государственного устройства в Западной Европе кое-кто из русских офицеров побывавших в этой самой Европе с войсками преследовавшими Наполеона до самого Парижа насмотрелись там всякого но увидели только то в сравнении с чем собственная родина выглядела неприглядно среди этих офицеров и зародилась русская политическая оппозиция оппозиция в условиях самодержавия как всегда стремится к тайным преступным сговорам кое-кто из ее представителей занялся организацией подпольных сообществ участники которых предприняли попытку государственного переворота в условиях некоторой неопределенности возникшей из-за кончины в 1825 царя Александра Первого события того периода назвали движением декабристов декабристы в скором времени сдались властям и покаялись но все-таки они успели напугать нового царя Николая Первого решительно повернувшего историческую судьбу России в тот шаткий момент безжалостно взявшись за политический либерализм чтобы искоренить его навсегда период правления Николая Первого отличался большой косностью порядков которые оказали большое влияние на исторические судьбы России сопоставимое с насилием над нацией устроенным Петром Первым как убежденный поклонник самодержавия Николай Первый утверждал русскую традицию авторитарной бюрократии регулирование культурной жизни и власть тайной полиции как раз то самое время когда правители прочих великих консервативных держав пусть даже неохотно но начинали смещаться в противоположном направлении разумеется русскому царю хватало чего строить на уже имевшемся историческом наследии его государство отличавшим русское самодержавие от западноевропейской монархии но к тому же ему приходилось постоянно помнить о больших задачах и на протяжении своего правления Николай ими занимался а при этом применял старинные методы откровенного произвола насколько ему позволяли черты его характера великое разнообразие народов российской империи по принципу национальной языковой и территориальной принадлежности начало заставлять затруднения далеко превышающие возможности по традиции имевшиеся в распоряжении московитов для их преодоления народонаселения самой империи после 1770 года за 40 лет увеличилось в два с лишним раза данное невиданное разнообразное общество России при всем том по европейским меркам считалось предельно отсталым ее немногочисленные как считали европейские теоретики города выглядели недоразумением на обширных сельских просторах посреди которых вырастали но казались нелепыми и временными явлениями больше напоминавшими громадные походные стоянки чем центры цивилизации активнейшая экспансия шла на юг и юго-восток здесь новой правящей верхушке предстояло встроиться в структуру имперского правления о упорно религиозные связи между православными людьми служил самым доступным путем к обретению единства в результате завоевательных походов Наполеона и после позорного его конца как императора все прежние модные французские штучки отправились на свалку истории а с ними и все скептические представления эпохи просвещения связанные с Францией зато на очередном этапе эволюции идеологического основания для российской империи при царе Николае на первый план теперь выдвигалась религия официальной так сказать национальной идеей провозглашались славянофильство и религии по смыслу государственность по форме а также обеспечение идейного единства народов России русского народа утраченного в силу того что империя далеко переросла свой исторический центр находившийся в Московии наличие официальной идеологии с этого времени стало считаться одним из величайших отличий России от Западной Европы до самого последнего десятилетия двадцатого века русские правители никогда не отказывались от своей веры в мировоззрение как объединяющей силы идеи наличие идеи никак не мешало тому что повседневная жизнь в середине девятнадцатого века все тех же цивилизованных сословий и массы отсталого населения России совершенно не отличалась от будней жителей восточной и центральной Европы и все равно российские по западным понятиям интеллектуалы все раздували споры о том считать ли Россию европейской страной а какие тут могут возникнуть сомнения если исторические корни России никак не переплетались с корнями судьбы стран лежащих от нее на запад более того с самого начала своего правления Николай Первый принял все меры для того чтобы искоренить все возможности изменения еще остававшиеся в других династических государствах первой половине девятнадцатого века и в России на родной почве их просто не наблюдалось русская империя превратилась в территорию господства цензуры и сыска по большому счету этими цензурой и сыском предусматривалось исключение определенных возможностей модернизации хотя на западе видели множество препятствий на пути внедрения на руси западной культуры но на тот момент они себя полностью оправдывали россия пережила весь девятнадцатый век без предназначенной ей революции восстание в принадлежащей России и Польше в 1830 1831 и 1863 1864 годах император безжалостно подавил и удалось ему это тем более легко что поляки питали к русским людям большую традиционную неприязнь а русским солдатам было сподручнее бить тех кто их ненавидел противоположная сторона медали выглядело так что в диком и примитивном сельском обществе практически не прекращались насилие и неустроенность а также вызревала и укреплялась подпольная деятельность всевозможных заговорщиков лишавших Россию перспективы налаженной политики и разделяемых всеми общих положений без которых было не обойтись русофобы на все лады расписывали период правления Николая Первого не скупясь на такие определения как ледниковый период территория эпидемии политической чумы и тюрьма народов но совсем не в последний раз в российской истории сохранение последовательной и непреклонной тирании во внутренней политике прекрасно сочеталась с ведущей ролью на международной арене эта роль определялась непререкаемым военным превосходством России в Европе когда армии сходились в сражении с кремниевыми еще оружиями и никто не обладал отличавшим его от всех остальных стран вооружением решающим фактором становилось численное превосходство русского войска судя по событиям 1849 российская военная мощь служила опорой международной системы предотвращения революционных выступлений в то время русской внешней политике принадлежали многочисленные достижения европейские империалисты не прекращали оказывать свой нажим на среднеазиатских ханов и императоров Китая русские первопроходцы вышли на левый берег Амура а в 1860 году они основали город Владивосток на огромные уступки русскому царю пошли правители Персии и в 19 веке в состав России попросился царь Грузии и наместники ряда областей Армении какое-то время до 1840 годов даже наблюдалось решительное вторжение русских землепроходцев на территорию Северной Америки открывших форты на Аляске и поселения в Северной Калифорнии основные же усилия русской внешней политики направлялись на юго-запад в сторону Османской Европы по итогам войн 1806 1812 и 1828 годов граница русского государства прошла через Бессарабию по реке Пруд до Устья Дуная все прекрасно тогда понимали что раздел Османской империи в Европе станет таким же важным событием для дипломатии 19 века каким явился раздел Польши в веке 18 но обратите внимание на одно важное отличие на этот раз дело касалось интересов большего количества европейских держав и к тому же значительно затруднялось согласование конечного результата в силу появившегося у подданных народов Османской империи фактора национального самосознания из-за упомянутого национального фактора Османская империя протянула намного дольше чем от нее ожидалось а восточный вопрос до сих пор беспокоит государственных деятелей Европы некоторые из этих усложняющих дело факторов привели к Крымской войне начавшейся выходом русских войск к турецким провинциям Низовья Дуная во внутренних делах России та война играла более важную роль чем в любой другой стране Европы в ходе войны обнаружилось что былой военный колосс реставрации 1815 года больше не обладает беспрекословным превосходством Россия потерпела поражение на своей собственной территории и ее правительству пришлось принять мир от победителей потребовавших отказаться на обозримое будущее от своих традиционных целей в Черноморском бассейне в разгар Крымской войны приходит печальное известие о кончине Николая Первого в Европе решили что его преемнику упрощается задача внедрения изменений под шумок военного поражения определенная модернизация атрибутов русского государства казалось неизбежной на тот случай чтобы вернуть России прежний ее безграничный потенциал скованный ее традиционной системой устройства на момент развязывания европейцами Крымской войны от Москвы на юг еще не проложили ни одной ветки русской железной дороги когда-то важный вклад России в европейское промышленное производство с 1800 года едва ли вырос и теперь Россию по вкладу в общее дело далеко опережали прочие хозяйственные игроки Европы ее сельское хозяйство оставалось одним из наименее продуктивных в мире а при этом русское народонаселение последовательно увеличивалось и требовало все новых продовольственных ресурсов именно при этих обстоятельствах Россия в конечном счете подверглась радикальному изменению пусть несопоставимое с многочисленными восстаниями в прочих странах Европы но Россию ждало события поважнее любой революции ведь пришел конец русского атрибута лежавшего в основе всего русского образа жизни Русь простилась крепостным правом его существование оставалось главной особенностью русской социальной истории еще с семнадцатого столетия даже Николай Первый признавал крепостничество главным злом русского общества время его правления отмечено было участившимися восстаниями крепостных крестьян расправами с помещиками потравами урожая и уведчим домашнего скота отказ от выплаты оброка считался наименее тревожной формой народного сопротивления крепостникам все-таки образно говоря наезднику со слона соскочить крайне сложно подавляющее большинство русских землевладельцев относились к сословию крепостных крестьян нельзя было за сутки неким простым законодательным декретом приплатить крепостного крестьянина в батрака или мелкого арендатора сельхозпредприятия не дано было и государству принять на себя административное бремя внезапно обрушившееся на него при исчезновении по местной системе организации сельского хозяйства Николай первый идти дальше не решился зато Александр второй сделал решающий шаг после нескольких лет тщательного исследования аргументов в пользу и в опровержении различных вариантов отмены крепостного права в 1861 году царь выпустил указ ставший вехой в русской истории Александр второй заслужил звание царя освободителя русскому правительству раздали единственную карту для игры в виде неоспоримой власти самодержства и эту карту удалось блестяще разыграть царским указом смердом даровалась личная свобода а крепостной труд отменялся к тому же всем крестьянам полагался участок земли но на землю требовалось внести выкуп направлявшийся на погашение убытков причитавшихся землевладельцев ради обеспечения положенным указом царя выплат и предотвращения опасностей исходящих от внезапного внедрения свободного рынка труда крестьян оставляли в значительной степени субъектами власти их деревенских общин которым делегировалась обязанность по распределению земли между семьями общины пройдет совсем немного времени и пойдут сообщения о больших недочетах такого рода расчета с помещиками но все равно будет еще что сказать о земельной реформе в России и ретроспективно ее назовут крупным достижением в ближайшие несколько лет США должны будут предоставить свободу своим черным рабам рабов в Америке насчитывалось гораздо меньше чем крепостных крестьян в России и поселили их на территорию страны с богатыми экономическими возможностями однако эффект от выбрасывания массы народа на рынок труда функционировавший в строгом соответствии с теорией экономического либерализма свободной конкуренции состоял в резком усугублении проблемы остававшейся неразрешенной США сто лет спустя в России такую важнейшую меру прикладной социологии во всей ее зарегистрированной истории до наших дней выполнили без сопоставимых сдвигов и в результате открылся путь к модернизации одной из мощнейших держав на планете так совершился первый непременный шаг перед открытием для крестьянина возможности выглянуть за пределы своего поместья и присмотреться к устройству на промышленном предприятии с освобождением от зависимости открылась эпоха реформ за отменой крепостного права последовали новые меры правительства к 1870 году предоставившего России представительную систему местного самоуправления и преобразованную судебную власть когда в 1871 году русские воспользовались удобным шансом франко-прусской войны чтобы отменить кое-какие ограничения на свободу их действий в Черном море наложенное договором 1856 года Европе поступило символическое предупреждение в том что они наделали покончив со своей величайшей проблемой и приступив к модернизации государственных атрибутов власти России объявили своим соседям о намерении самостоятельно заниматься своими насущными делами возобновление предельно последовательной рассчитанной на перспективу политики экспансии в современной истории России оставалось всего лишь вопросом времени Глава четвертая Политические перемены Англо-саксонский мир К концу девятнадцатого века в сфере европейской цивилизации образовалось некое внешне вполне различимое квази объединение Соединенного Королевства Великобритании историческая судьба которого определилась событиями на европейском континенте в состав его англо-саксонского мира включались разраставшиеся британские общины в Канаде Австралии Новой Зеландии и Южной Африке первые и последние к тому же содержали прочие важные национальные элементы а стержнем этого мира служили две великие атлантические нации одна из которых числилась в Европе величайшей мировой державой девятнадцатого века а вторая величайшей в мире державой века следующего Настолько много народу в Британии и США считало выгодным для себя указывать на свое отличие друг от друга что вполне легко можно упустить из виду насколько много общего молодое Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки имели на протяжении практически всего девятнадцатого столетия при том что Соединенное Королевство считалось монархией а Соединенные Штаты Америки числились республикой народы обеих этих стран избежали увлечения сначала абсолютистскими и затем революционными течениями континентальной Европы конечно же политика англосаксов в девятнадцатом столетии изменилась практически так же радикально как политика властей остальных стран но при этом политика англосаксов менялась под воздействием совсем иных политических сил что действовали на континентальное государство и совсем иным образом сходство возникло потому что при всех различиях общего у двух этих стран имелось больше чем обычно признавали их народы одним из аспектов их занимательных отношений следует назвать то что американцы все еще могли без тени смущения называть Англию своей родиной главным в Соединенных Штатах на протяжении долгого времени считалось наследие английской культуры языка переселение из остальных европейских стран приобрело подавляющий масштаб только лишь во второй половине девятнадцатого века при том что к середине того века многие американцы возможно их большинство уже приобрели примесь крови прочих европейских наций тон в американском обществе давно установили представители британской породы европейцев вплоть до 1837 года у всех американских президентов фамилия звучала на английский шотландский или ирландский манер следующий носитель такой фамилии появится в 1901 году и до настоящего момента таких фамилий можно назвать всего лишь пять возникшие после отмены колониальных отношений проблемы вызывали иногда сильные эмоции сохранявшиеся на протяжении длительного периода истории и всегда сложные чувства в отношениях между США и Соединенным Королевством но чувствами эти отношения далеко не ограничивались двусторонние отношения покрылись густыми порослями экономических завязок далеко не истощившаяся как все боялись после провозглашения независимости США коммерция между этими двумя странами стала укрепляться снова и снова английские капиталисты сочли США привлекательным местом для вложения своих капиталов даже после повторных и неудачных экспериментов с облигациями обанкротившихся штатов британские деньги мешками вкладывали в американские железные дороги банковское обслуживание и страхование между тем правящие верхушки этих двух стран испытывали по отношению друг к другу одновременно восхищение и отвращение кое-кто стремились познать захватывающие тайны английской культуры и общества более поразительным моментом чем огромное различие между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами считалось то общее что виделось с точки зрения населения континентальной Европы прежде всего в обоих этих государствах находились возможности для сочетания либеральной и демократической политики с захватывающими достижениями в сфере обогащения государства и укрепления власти все это у них получалось при совершенно разных обстоятельствах но по крайней мере один фактор был общим обособленность Великобританию от Европы отделяет канал а Соединенные Штаты целый Атлантический океан сложившейся физической отдаленностью США долгое время маскировалась от европейцев потенциальная сила молодой республики и огромные возможности ждущие ее на Западе освоение которых должно стать величайшим достижением американского национализма при заключении мирного договора в 1783 году британцы предохранили пограничные интересы американцев таким способом чтобы обеспечить период мощной экспансии Соединенных Штатов загадка оставалась только насколько далеко зайдут американцы и какие еще державы присоединятся к процессу следует обратить внимание любезного читателя на большое невежество американцев в области географии никто из них не знал наверняка что ждет их на западной половине континента но освоение американцами обширных территорий к востоку от горных кряжей потребуется не одно десятилетие экспансии к 1800 году Соединенные Штаты Америки казались ее гражданам по большому счету заселенным районом Атлантического побережья и долины Огайо если с самого начала их политические границы обозначались весьма приблизительно то причину следует искать в отношениях с Францией Испанией и Соединенным Королевством при всем этом при наличии решения приграничного спора всегда можно организовать практическое обособление соседа так как единственные прочие интересы способные затронуть американцев в отношениях с зарубежными странами состояли с одной стороны в торговле и защите сограждан за границей и с другой стороны вмешательстве иноземцев в дела Соединенных Штатов Французская революция вроде бы на какой-то момент показала шансом для вмешательства иноземцев и вызвала некий спор но на заре молодой республики американскую дипломатию занимали проблемы границ и торговли эти границы и торговля к тому же будоражили мощные и зачастую раскольные или потенциально раскольные силы во внутренней политике США Американская тяга к тому чтобы держаться подальше от совместных дел с внешним миром уже просматривалась в 1793 году когда беды французской революционной войны заставили власти США выпустить прокламацию нейтралитета и предупредить американских граждан о подсудности их участия в англо-французской войне с рассмотрением уголовных дел в американских судах уклон американской политики уже проявленный в данной прокламации получил свою классическую формулировку в 1796 году во время выступления Вашингтона с так называемым прощальным обращением к своим друзьям и соотечественникам когда подходил к концу его второй срок на президентском посту он избрал толкование целей и методов которые предстояло воплотить республиканцам во внешней политике чтобы глубоко повлиять одновременно на грядущих американских государственных деятелей и на национальную психологию по прошествии долгого времени в словах Вашингтона нас поражает их преимущественно отрицательный и пассивный тон Важнейшим правилом поведения для себя начал он свою речь в отношениях с зарубежными государствами следует считать расширение наших коммерческих отношений с ними при максимальном сокращении связей политических Европейцы преследуют ряд главных интересов продолжил он свое обращение не имеющих к нам ни малейшего отношения или весьма отдаленное отношение мы со своей отстраненностью и удаленностью от Европы можем и должны преследовать свой собственный интерес наша последовательная политика должна заключаться в том чтобы всячески избегать постоянных союзов с любыми зарубежными странами более того Вашингтон к тому же предостерегался отечественников от заключения постоянных или особых союзов с другими странами против кого-то или ради дружбы во всех его обращениях и пожеланиях не просматривалась и намека на будущую судьбу Америки как мировой державы Вашингтон вел речь исключительно об отношениях США с Европой в 1796 году роль этой страны в Тихоокеанской и Азиатской зоне не виделось даже в бреду преемники Вашингтона на посту президента США в общем и целом применяли прагматический подход в проведении политики своей молодой республики на международной арене отмечена всего лишь одна война с другой великой державой и она случилась в 1812 году между США и Великобританией наряду с усилением националистических чувств в массах населения молодой республики в боях той войны появилось карикатурное воплощение США в виде дяди Сэма и музыкальное произведение под названием «Усеянное звездами знамя», ставшее американским государственным гимном Главное в этой войне заключалось в том, что она послужила важным этапом в развитии отношений двух этих стран Официально поводом для объявления войны с американской стороны послужило британское вмешательство в торговлю во время противодействия наполеоновской блокаде Но куда важнее выглядят надежды некоторой части американцев на то, что за объявлением войны последует покорение Канады Тут их ждало разочарование и неудачная военная экспансия сыграла свою роль в принятии решения о том, чтобы переговоры по пограничным проблемам с британцами перевести в мирное русло Хотя из-за войны в США снова пробудилась ненависть ко всему английскому атмосферу прочистили кровопролитные бои принесшие унижение обеим сторонам В предстоявших пограничных конфликтах все молчаливо согласились на том, что ни американским, ни британским властям не хочется прибегать к войне, разве что в случае самой откровенной провокации В таких условиях северную границу США очень скоро удалось согласовать на далеком западе у каменистых гор как тогда назвали скалистые горы В 1845 году эту границу перенесли еще дальше на запад к морю и к тому времени спорную границу в штате Мен тоже получилось согласовать Самое заметное изменение территориальных очертаний США случилось после покупки Луизианы Луизиана представляла собой область между Миссисипи и Скалистыми горами В 1803 году она принадлежала пусть даже с несколько теоретическими допущениями французам так как испанцы уступили им свою территорию в 1800 году Такое изменение вызвало большой интерес у американцев Если правители наполеоновской Франции предусмотрели возрождение французской американской империи тогда огромное значение предназначалось новому Орлеану прикрывавшему устье реки через которое уже шла большая масса американской коммерции Как раз ради приобретения свободы навигации на Миссисипи власти США вступили в переговоры завершившиеся покупкой области превышающей по площади территорию тогдашней республики На современной карте она включает Луизиану Арканзас Айову Небраску обе Дакоты Миннесоту к западу от Миссисипи большую часть Канзаса Оклахому Монтану Вайоминг и крупный кусок Колорадо сделка обошлась в 11,25 миллиона долларов США Так случилась продажа крупнейшего участка земли за все времена и ее последствия тоже следует оценивать соответственно огромными Из-за нее подверглась преобразованию американская внутренняя история Открытие пути в районы к западу от Миссисипи должно было вызвать сдвиг в демографическом и политическом равновесии завоза революционных идей для деятелей политики молодой республики Этот сдвиг уже проявился во втором десятилетии того столетия когда численность населения жившего к западу от олеганских гор увеличилась в два с лишним раза Когда все приобретения завершили приобретением Флориды у Испании США к 1819 году принадлежал юридический суверенитет над территорией между побережьем Атлантики и Мексиканского залива от штата Мен до реки Сабин рек Красный и Арканзас континентального водораздела и 49-й параллели согласованной с британцами Соединенные Штаты Америки уже превратились в самое важное государство на американском континенте при том что на территории американского континента все еще встречались кое-какие европейские колониальные владения и оспорить данный факт можно было только приложив серьезное усилие что и обнаружили британцы развязав войну тем не менее тревога по поводу возможного европейского вмешательства в дела Латинской Америки с одновременной активизацией русских на Тихоокеанском Северо-Западе вызвало четкое заявление американцев о намерении властей республики самостоятельно заниматься делами своего образно говоря курятника в западном полушарии так появилась так называемая доктрина Монро провозглашенная в 1823 году автор которой заявил что в их полушарии никаких европейских колоний больше не появится и что вмешательство европейских держав в дела нового света будет рассматриваться в качестве враждебного поползновения на Соединенные Штаты поскольку так называемая доктрина Монро отвечала британским интересам тем проще ее было выполнять она получила негласную поддержку у командования королевских военно-морских сил и ни одна европейская держава не могла самостоятельно предпринять вооруженную операцию в Америке если британская морская мощь стояла на ее пути доктрина Монро остается краеугольным камнем дипломатии американского континента по сей день одним из последствий принятия на вооружение такой доктрины стало то что власти остальных американских стран утратили возможность для получения европейской поддержки с целью защиты собственной независимости от поползновений со стороны США главной жертвой еще до 1860 года стала Мексика американские поселенцы на ее территории подняли восстание и провозгласили независимую Техасскую республику впоследствии присоединенную к Соединенным Штатам Америки в развязанной чуть позже войне Мексике крепко досталось мирным договором 1848 года предусматривалось лишение этой страны таких областей как Юта Невада Калифорния и большая часть Аризоны за счет скупки территорий от Мексики осталось совсем мало зато к 1853 году сложилась нынешняя континентальная территория США За все 70 лет после заключения Парижского мирного договора США за счет завоеваний покупки территорий и их заселения расширились настолько что заняли половину североамериканского континента Численность их населения с меньше 4 миллионов человек в 1790 году выросла до безмалого 24 миллионов к 1850 году Подавляющее его большинство на самом деле все еще обитало к востоку от Миссисипи а крупные города с населением больше 100 тысяч жителей находились на Атлантическом побережье это порты Бостон Нью-Йорк и Филадельфия Тем не менее центр политической жизни страны смещался на запад на протяжении длительного времени господство над американским обществом будет принадлежать политической торговой и культурной верхушке восточного побережья но западный интерес появился с того момента как только европейцы заселили долину реки Огайо Вашингтон в своем прощальном послании уже признал роль западных районов США в их истории Запад служил решающим участником политической жизни на протяжении еще семидесяти лет пока не наступило время крупнейшего переломного момента в истории Соединенных Штатов когда решилась их судьба как мировой державы Экспансия одновременно территориальная и экономическая послужила формированию американской истории настолько же глубоко насколько демократический уклон отразился на ее политических учреждениях влияние демократов на все учреждения тоже представляется предельно значительным и иногда чрезмерным подчас их приходилось переиначивать выдающимся примером можно назвать решение проблемы рабства в США когда Вашингтон только что вступил в должность президента в пределах территории его юниона насчитывалось чуть меньше 700 тысяч темнокожих рабов число рабов выглядело внушительно однако творцы конституции США особого внимания на них не обратили разве что попытались учесть факторы политического равновесия между различными штатами в конце концов отцы основателей права США приняли решение чтобы при подсчете количества представителей от каждого штата одного раба учитывали как три пятых части свободного человека в ближайшие полстолетия положение дел коренным образом изменилось в силу трех событий первым называют безмерное увеличение численности рабов оно потребовалось из-за стремительного роста потребления хлопка в мире больше всего его требовалось для ткацких комбинатов Англии в результате в 1820 годах объем сбора американского хлопка увеличился в два раза а потом он еще раз удвоился в 1830 годах к 1860 году на хлопок приходилось две трети общей стоимости экспорта из Соединенных Штатов такое огромное увеличение урожая хлопка получилось по большому счету через освоение новых земель и на новые плантации требовались новые труженики к 1820 году уже насчитывалось полтора миллиона рабов к 1860 году около четырех миллионов в южных штатах рабство превратилось в фундамент системы хозяйствования из-за этого южное общество приобрело более четкие отличительные черты там всегда прекрасно знали чем они отличались от тяготевших торговли и городской жизни жителей северных штатов а вот теперь существенным стержнем особой цивилизации южане увидели собственный так сказать специфический атрибут которым назвали все то же рабство к 1860 году многие из них считали свое сообщество нации отличавшиеся собственным образом жизни на их взгляд безупречным и южане видели угрозу вмешательством тиранов из враждебного им мира выражением и символом такого вмешательства в их представлении виделись упорные нападки членов конгресса на систему рабства тот факт что рабство приобрело вес политической проблемы считается вторым событием послужившим изменению его роли в американской жизни в нем просматривается направление общей эволюции американской политики в политике республики на заре ее существования отразилось то что позже назовут местечковыми интересами и автор прощального послания обращал на них внимание публики если посмотреть на это попроще там расплодились политические партии с одной стороны представители меркантильных и деловых интересов которые склонялись к поиску сильного федерального правительства и протекционистского законодательства а на противоположной стороне находились носители интересов аграриев и потребителей выступавших за права отдельных штатов и политику дешевых денег на том этапе рабства едва ли заслуживало статуса политического вопроса хотя политики иногда говорили о нем как о зле которое должно с течением времени сгинуть при том что никто не знал точно каким же образом состояние такого рода застоя надо было как-то менять с одной стороны в силу врожденных наклонностей американских ведомств с другой из-за перемен в самом обществе судейское толкование придало мощный национальный и федеральный акцент американской конституции в то же самое время когда законодательству конгресса придали новую потенциальную силу законодатели приобретали все больший вес в качестве агентов американской представительной демократии в этом плане особую роль всегда отводили период управления президента Эндрю Джексона в растущей демократизации политики нашли отражение еще и прочие изменения властям США не приходилось беспокоиться о судьбе городского пролетариата снявшегося с земли ведь на западе издавна существовала возможность для реализации мечты о независимости в американской традиции мог остаться главным социальный идеал самостоятельного мелкого землевладельца открытие для освоения западных внутренних регионов с покупкой Луизианы представлялось таким же важным делом в коренном изменении порядка распределения благ и населения которое определило очертания американской политики не меньше чем коммерческий и промышленный рост на севере прежде всего с открытием запада претерпел преобразование сам вопрос рабовладения существовал важный повод для спора об условиях на которых следует присоединять новые территории к союзу так как требовалось организовать заселение сначала районов купленной Луизианы и затем областей отторгнутых у Мексики сам по себе подымался такой деликатный вопрос разрешать ли рабство на новых территориях воинственное движение за отмену рабства возникло на севере и его активисты навязали проблему рабовладения в качестве первоочередной задачи американской политики они продолжали ее будировать до тех пор пока она не заслонила все остальные актуальные пункты повестки дня компания с требованием запрета на работорговлю и окончательного освобождения рабов стала делом рук во многом тех же самых сил которые выступали с подобными требованиями в остальных странах ближе к концу 18 века до тех Субтитры создавал DimaTorzok